Глава двенадцатая. Роман. Исповедь. История замысла. Длителен был путь художника к его шедевру. Истоки преступления и наказания восходят к началу пятидесятых годов. Романист вынашивал свой центральный образ около пятнадцати лет. Еще 9 октября 1859 года Достоевский писал брату. «В декабре я начну роман. Не помнишь ли я тебе говорил про одну исповедь роман, который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому надо пережить? На днях я совершенно решил писать его немедля. Все сердце мое с кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения. Исповедь окончательно утвердит мое имя». Рассыпанные в письмах и тетрадях Достоевского намеки указывают, что под исповедью он имел в виду историю Раскольникова. На каторге среди отверженцев его захватывает новое понимание человеческой личности. Его поражает цельность внутреннего мира и могучий закал воли окружающих его убийц. Видно было, что этот человек, описывает Достоевский каторжника Орлова, мог повелевать собою безгранично, презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете. В нем мы видели одну бесконечную энергию. Так ставится впервые остро дискуссионная проблема о праве на преступление, как тема философская и этическая. Возникает образ современного титана-индивидуалиста, героя-аморалиста, разрешающего себе кровь по совести. Уверенно развивается замысел, записанный позднее. В его образе выражается в романе мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу. Он хочет властвовать и не знает никаких средств. Поскорей взять власть и разбогатеть. Идея убийства и пришла ему готовая. Этот вариант главного замысла преступления и наказания разъясняется и утверждается, как почти всегда у Достоевского, одним из центральных образов Пушкина. Достоевский высоко ценил последний день приговоренного к смерти Виктора Гюго. К этому произведению восходит ранняя редакция «Преступление и наказание». Я под судом и все расскажу. Я все запишу. Это исповедь, полная исповедь. Ничего не утаю. Примечание автора. В черновых тетрадях Достоевского имеется драгоценная запись «Олеку убил». Сознание, что он сам не достоин своего идеала, который мучает его душу. Вот преступление и наказание. Запись сделана в шестидесятые годы. Но она восходит, видимо, к Семипалатинскому периоду, когда Достоевский выписал в Сибирь новое, оненковское издание Пушкина и перечитывал его поэмы. Итак, убийство и отверженность Олеку — вот один из главных первоисточников кровопролития и одиночества Раскольникова. «Цыганы» — самое вольнолюбивое из поэм Пушкина. Здесь с особенной силой звучит его протест против порабощающего уклада современного деспотического государства, построенного на неразрывной спайке денег и цепей. Его герой задыхается в неволе душных городов и бежит из их оград к отверженцам современной цивилизации. Но сам протестант подрывает свой подвиг безмерным самообожествлением, всеобъемлющим культом своей личной воли, признавая за собой права на высший суд над людьми. Этот хищный индивидуализм резко осужден поэтом в простых словах отца убитой Земфиры. «Оставь нас, гордый человек! Мы дики, нет у нас законов, мы не терзаем, не казним, не нужно крови нам и стонов, но жить с убийцей не хотим». Необъятный освободительный и бунтарский замысел приводят пушкинского героя к полному моральному крушению в акте мести беспощадности убийства. Он оказался неизмеримо ниже своего безмерного идеала свободы и справедливости. Вот по Достоевскому сущность трагедии грехов и возмездия, поразившая и его Раскольникова. В последующие годы первоначальный план «Преступление и наказание» не переставал обогащаться новыми чтениями и впечатлениями. Приготовляя материал для первых книжек своего журнала «Время» и стремясь усилить интерес к будущему изданию увлекательными отчетами о знаменитых преступлениях, Достоевский в конце 1860 года перечитывал сборники уголовных дел Франции. Внимание его привлекла статья «Процесс Лассенера». Вскоре во второй книжке «Времени» за 1861 год появилось обстоятельное изложение этой громкой судебной драмы. Пьер Франсуа Лассенер был сыном купца города Лиона. Черты лица его были тонкие и не лишены благородства. На иронической губе постоянно дрожал готовый сарказм. Он желал посвятить себя изучению права. В 1829 году он убил на дуэли племянника знаменитого политического оратора Бенджамена Констана. Эта дуэль, заключив первый акт жизни Лассенера, была для него первым поводом сопричислиться к группе людей исключительных, натур необыкновенных. По освобождении из тюрьмы он задумал заняться литературой. Он пишет песни и стихи. Но литературная деятельность не удовлетворяла Лассенера. Он опять завязал дружбу с тюремными товарищами и, поджигаемый голодом и неутомимую жаждую золота и наслаждений, стал участвовать в их воровских проделках. Вскоре он решается на крупное преступление, он совершает убийство с целью грабеша. Заключенный в тюрьму, он выпускает в свет сборник стихотворений. Перед собранием писателей, юристов, врачей он развивает свои мысли о литературе, морали, политике, религии. Меткость и находчивость в суждениях, твердая и обширная память его изумляли всех слушателей. Этот тип преступника-философа или убийцы-теоретика заинтересовал Достоевского своими психологическими контрастами и показался ему чрезвычайно благодарным для романтического воплощения. В предлагаемом процессе, писал редактор времени, дело идет о личности человека феноменальной, загадочной, страшной и интересной. Низкие инстинкты и малодушие перед нуждой сделали его преступником, а он осмеливается выставлять себя жертвой своего века. И все это при безграничном тщеславии. Образ, давно уже слагавшийся в сознании Достоевского, получал ряд новых черт. Тип уголовного преступника из буржуазной среды, претендующего на роль романтического титана, углублял структуру образа. Как правильно отмечалась критикой, Раскольников — это один из последних в ряду героев, поэтов, художников, музыкантов, просто избранных натур или загадочных натур, которых так любил романтизм. Своё крайнее и чудовищно искажённые выражения этот тип получил в лице подлинного убийцы, литератора Лассенера, образ которого привлёк такое пристальное внимание Достоевского. Фамилия Лассенера упоминается Достоевским в «Идиоте» и в «Записях к подростку». Примечание автора. Обильный материал для главного замысла принёс Достоевскому тяжёлый и мрачный 1864 год. После смерти брата Достоевский не перестаёт лихорадочно искать денег и, чтобы выбиться из-под обломков материальной катастрофы, подписывает векселя, удовлетворяет кредиторов, отбиваясь от нотариальных протестов, спасаясь от описи имущества. Он ежеминутно ощущает угрозу долговой тюрьмы. В течение целого года Достоевский вынужден беспрерывно общаться с петербургскими проценщиками, квартальными надзирателями, ходатаями и дельцами всевозможных видов и рангов. Среди кредиторов Достоевского оказываются петербургские купчихи, присяжные стряпчие, отставные военные, даже какой-то крестьянин. Никогда ещё ростовщики и полиция не играли такой выдающейся роли в его биографии, как в этот отчаянный год займов, платежей и взысканий. В романе, который Достоевский начнёт писать, едва закончив ликвидацию своего злополучного предприятия, на первый план выдвинется проблема денег во всей её характерной обстановке Петербурга 1865 года с его ростовщиками, сыщиками и полицейскими, мелкими закладами Раскольникова, малоценными ассигнациями Алены Ивановны и пятипроцентными тысячными билетами Лужина и Сведригайлова. Впервые в русской литературе тема «Капитала», остро поставленная в самом центре романа, получит в своём развитии характер и глубину захватывающей социальной трагедии. В этом материально напряжённом году Достоевский занимает 10 тысяч рублей у старой московской тётки Куманиной. В своей собственной семье писатель вполне реально ощущал раскольниковскую проблему. С одной стороны, обездоленные молодые жизни, дети покойного брата Михаила, среди которых были музыкально одарённые юноши и красивые девушки, с другой — выживающая из ума старуха, обладательница несметных куманинских капиталов, завещающая огромные суммы на украшение церквей и поминовение своей души, точь-в-точь, как в романе «Ростовщица» Алёна Ивановна. Весь этот трудный год, протёкший с момента смерти Михаила Михайловича до отъезда Достоевского за границу, чрезвычайно тяготил писателя своим вынужденным бесплодием. За целый год не успел написать почти ни строчки. Но тем пристальней он наблюдает и вбирает в себя впечатления от этой новой для него среды, в которой обнажённо и цинично развертывается борьба за деньги. Как в своё время, вырвавшись из острога, он обратился к изображению мёртвого дома, так теперь, освободившись от деловых тисков, он приступает к роману, весь фон которого заполняется фигурами тёмных рельцов и столичных властей. Ростовщица Алёна Ивановна, хозяйка меблированных комнат Реслих, дающие деньги под проценты, делец Чебаров, взыскивающий по чужим обязательствам, мошенник Кох, промышляющий скупкой векселей у ростовщиков — всё это очевидно зарисовки кредиторов Достоевского, описанных впоследствии его женою. Перекупщики векселей, чиновничьи вдовы, хозяйки меблированных комнат, отставные офицеры, ходатые низшего разряда. Точно так же Пётр Петрович Лужин, занимающийся хождением по разным искам и тяжбам и собирающийся открыть в Петербурге публичную адвокатскую контору, является очевидно зарисовкой того присяжного стрявчего Павла Петровича Лыжина, за долг которому в 450 рублей имущество Достоевского подлежало описи 6 июня 1865 года. В черновых набросках к роману он так и назван Лыжином. Позволительно также предполагать, что в лице квартального надзирателя Никодимов и Меча выведен в романе тот надзиратель третьего квартала Казанской части, с которым Достоевский улаживал 6 июня 1865 года щекотливое дело о предстоящей описи имущества и который сообщил ему много ценных сведений для полицейских сцен его будущего романа. Отчаянное напряжение 1864 года, когда Достоевский печатался разом в трех типографиях, не жалел здоровья и сил, читал корректуры, возился с авторами, с цензурой, исправлял статьи, доставал деньги, просиживал до 6 часов утра и спал по 5 часов в сутки, не дает ожидаемых результатов. К весне 1865 года выясняется несомненный и полный крах всего предприятия. Средства на издание журнала истощены, эпоха прекращается, и личный вексельный долг Достоевского достигает теперь цифры в 15 тысяч рублей. Необходимо от журнального предприятия и издательской лихорадки вернуться к своему основному и главному к литературе. Достоевский задумывает роман на актуальную в то время тему о пьянстве. С 1 января 1863 года вводилась новая акцизная система пикельных сборов вместо прежних винных откупов у казны, когда кабачики и целовальники безобразно спаивали народ. Но места казенной продажи спиртных напитков быстро раскинулись густой сетью по всей России. Как раз к 1865 году сказалось полное разочарование в питейной реформе бессильной установить народную трезвость. Уже в своем первом журнале Достоевский отмечает самую драматическую сторону вопроса о пьянстве, судьбу детей в семьях алкоголиков. В большой статье о книге французского публициста Жюля Симона «Работница» описывались субботние выпивки парижских фабричных в окраинных кабачках и мрачный домашний быт мастеровых, у которых дети умирали частью с голода, частью от чахотки, в нетопленных помещениях, на кроватях без матрасов и без одеял. Из этой темы Достоевский исходит и в задуманном романе, к работе над которым приступает сейчас же после гибели эпохи. Уже 8 июня 1865 года он предлагает редактору отечественных записок Краевскому свой роман «Пьяненькие», который будет в связи с теперешним вопросом о пьянстве, картины семейств, воспитания детей в этой обстановке и прочее. Так возникает бессмертный групповой портрет семейства Мармеладовых. Но денежный кризис препятствует Краевскому приобрести новый роман, и Достоевский решает уехать из Петербурга за границу, чтобы здесь, вдали от дел, кредиторов и полиции сосредоточиться на творческой работе. За границей денежная драма продолжается и даже приобретает новую остроту. За пять дней в Висбадене он проигрывает на рулетке все, что имеет, вплоть до карманных часов. Если в Петербурге осаждали кредиторы и непрерывно томила угроза описи имущества и долговой тюрьмы, теперь наступает настоящая нужда с самым реальным голодом. Висбаденские письма 1865 года — поразительный документ биографии Достоевского. Рано утром мне объявили в отеле, что мне не приказано давать ни обеда, ни чаю, ни кофею. Продолжаю не обедать и живу утренним и вечерним чаем вот уже третий день. И странно, мне вовсе не так хочется есть. Скверно то, что меня прикосняют и иногда отказывают в свечке по вечерам. В этих условиях Достоевский приступал к работе над своим величайшим созданием. Тема голода и денег никогда еще не переживалась им с такой остротой. Впоследствии он определенно отмечает этот момент как зарождение преступления и наказания. В Висбадене в 1865 году он после проигрыша выдумал преступления и наказания и подумал завязать сношение с Катковым. Это следует понимать в том смысле, что идеи, издавна бродившие в его сознании, в критический момент денежного крушения дали какое-то новое сочетание и выдвинули на первый план замысел криминальной композиции. Вот что Достоевский писал в сентябре 1865 года Каткову. Могу ли я надеяться поместить в вашем журнале «Русский вестник» мою повесть? Это психологический отчет одного преступления. Действия современные, в нынешнем году. Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шаткости, в понятиях, поддавшись некоторым странным, недоконченным идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты, с тем, чтобы сделать счастливую свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства, притязаний, грозящих ей гибелью, докончить курс, ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении гуманного долга к человечеству. Чем уже, конечно, загладится преступление, если только можно назвать преступлением этот поступок над старухой глухой, глупой, злой и больной, которая сама не знает, для чего живет на свете, и которая через месяц, может быть, сама собою померла бы. Несмотря на то, что подобные преступления ужасно трудно совершаются, то есть почти всегда до грубости выставляют наружу концы, улики и прочее, и страшно много оставляют на долю случая, который всегда почти выдает виновника, ему совершенно случайным образом удается совершить свое предприятие и скоро, и удачно. Почти месяц он проводит после того, до окончательной катастрофы. Никаких на него подозрений нет и не может быть. Тут-то и развертывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы восстают перед убийцей. Неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божья правда. Земной закон берет свое, и он кончает тем, что принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям. Чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое. Преступник сам решает принять муки, чтобы скупить свое дело. Замысел великого романа сложился, как видим, к осени 1865 года с такой поразительной отчетливостью, что даже в кратком авторском письме он захватывает нас глубиной своей проблематики. «Единый план ада — есть уже плод высокого гения», — писал Пушкин о творении Дант. Это же можно сказать и о приведенном письме Достоевского. Прочитав этот гениальный план, где все катастрофично и все трагично, сдержанный и осторожный Капков немедленно высылает автору аванс в 300 рублей. Всю осень Достоевский работает с предельным напряжением. В конце ноября было много написано и готово. Я все сжег. Новая форма, новый план меня увлек, и я начал с изного. Но рискованный опыт удался. В феврале 1866 года Достоевский сообщает Врангелю. Недели две тому назад вышла первая часть моего романа в январской книге русского вестника. Называется «Преступление и наказание». Я уже слышал много восторженных отзывов. Там есть смелые и новые вещи. Достоевский был прав. Впервые в русском романе действия и драма строились на экономическом кризисе эпохи, который вел к большим идейным конфликтам и личным катастрофам. Когда Достоевский возвращается в Петербург из десятилетнего изгнания, перед ним совершенно изменившийся город с новым бытом и новыми социальными отношениями. Распад феодального строя вел к новой общественной системе. Драма Раскольникова возникает и развивается на фоне глубокого денежного кризиса 60-х годов. Журналы эпохи и в частности органы самого Достоевского не перестают писать об экономических трудностях послевоенного времени. В одной из первых книжек своего журнала Достоевский помещает большую статью Шиля «Куда девались наши деньги». Торговый, промышленный и монетный кризис достиг особенного развития как раз в 1865 году, что сильно отразилось на делах самого Достоевского и даже вынудило его к полной ликвидации своей издательской деятельности. Журналы закрываются, общий кредит невероятно падает, правительство выпускает заем за займом, денежный рынок переполняется бумажными знаками, государственное казначейство угнетено дефицитом. Таков был год, когда студенту Раскольникову сердобольные прохожие протягивали на улице копеечку, а титулярный советник Мармеладов создавал свой вариант народной поговорки «Бедность не порок, но нищета, милостивый государь, нищета порокс». Для понимания всего хода мысли Раскольникова необходимо включить его отточенную как бритва диалектику в панические условия денежного кризиса 1865 года. Все действие романа обусловлено в своих истоках проблемой денег. Один из персонажей романа прямо объясняет преступления Раскольникова экономическими причинами и, в частности, хозяйственным переворотом начала 60-х годов. На вопрос Лужина, чем объяснить распущенность цивилизованной части нашего общества, толкающую на преступления, доктор Зосимов отвечает, «Перемен экономических много». С первых же слов «Преступление и наказание» мы узнаем, что герой задавлен бедностью, и первая же беседа его в романе происходит с ростовщицей на тему о грошовом закладе. Совершенно новый романический стиль возвещается бухгалтерским или дисконтерским языком этих необычных собеседований о процентных исчислениях и грошовых калькуляциях мелкой судной кассы. «Коли по гривне в месяц рубля, так за полтора рубля причтется с вас пятнадцать копеек за месяц вперед и прочее». Таковы первые, как бы намеренно дребезжащие ноты романа. Нужда, безвыходность, убогая спекуляция, жалкое хищничество. Через несколько страниц Раскольников в беседе со служанкой формулирует свою мысль. «Что на копейки сделаешь?» «А тебе бы сразу весь капитал?» Он странно посмотрел на нее. «Да, весь капитал», — твердо отвечал он, помолчав. И далее. «На пятаки-то что ж я сделаю?» Вскоре его основную мысль формулирует студент в бильярдной, переводя финансовую проблему в новый план. Права на обладание денег для справедливого распределения народного богатства. Сто тысячи добрых дел и начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обреченные в монастырь. Сотни тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу. Десятки семейств, спасенных от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических больниц. И все это на ее деньги. Жестокая экономика эпохи углубляет и изощряет замысел Раскольникова. В романе эта экономика конкретно развертывается перед ним в пасмурных эпизодах и трагических сценах огромного государственного центра. Изнасилованные девушки, проститутки, пьяницы, утопленницы рядом с благоденствующими ростовщицами, лужинами, светригайловыми. Все эти встречи и лица не перестают крепить и заострять мятежную волю Раскольникова. Он решается осилить своим замыслом и поразить своим действием страшное чудовище, угрожающее всем молодым существам. Новый капиталистический город, средоточие властей и сил целой империи, поистине город-спрут, охватывающий своими щупальцами Соню, девушку с конногвардейского бульвара, всю семью Мармеладовых, самого Раскольникова. С начала 60-х годов русский роман был озабочен зарисовкой передового представителя молодого поколения. За полгода до начала работы Достоевского над преступлением и наказанием его журнал «Эпоха» отмечал как знаменательнейшее явление современности, что русская литература смущена мыслью о новых людях. Чрезвычайно чуткий к актуальным темам, Достоевский в 1865 году приступает к разработке выдвинутой жизнью новейшей задачи. В «Преступление и наказание» он дает одновременно трагедию нигилизма в лице Раскольникова и сатиру на радикальное направление в эпизодической фигуре Лебезятникова и отчасти Лужина. Этими персонажами Достоевский в новых формах продолжает идеологическую борьбу, развернутую им в своих журналах. В диспутах романа скрещиваются идеи почвенничества и революционного демократизма, словно продолжая полемику времени и эпохи с «Современником» и «Русским словом». На опубликованной в 1863 году в «Современнике» знаменитый роман Чернышевского «Что делать», Достоевский, как мы видели, отвечает полемикой записок из «Подполья». В «Преступление и наказание» он делает опыт борьбы с нигилизмом путем художественных обобщений. Наряду с огромным по глубине и драматизму образом Раскольникова, он дает шаржированную сатиру на радикальную молодежь, исповедующую учения Чернышевского. Роман «Что делать» был сразу признан манифестом революционной демократии. Достоевский и выбрал главной мишенью для своей полемики центральное произведение враждебной ему партии. Чернышевский исходил в своих построениях из того фурьеризма, который во многом был исповеданием веры молодого Достоевского. Утопические видения грядущего золотого века и всеобщего счастья оставили в его творческом сознании глубокий след. Но эволюция этих идей становилась для него неприемлемой. Фурьеризм приводил к революционному демократизму, а этого Достоевский не мог принять. О своем впечатлении от романа Чернышевского он говорит устами Степана Трофимовича Верховенского в «Бесах». «Я согласен, что основная идея автора верна, но ведь тем ужаснее. Та же наша идея, именно наша. Мы, мы первые насадили ее, возрастили, приготовили, да и что бы они могли сказать сами нового после нас». Но, боже, как все это выражено, искажено, исковеркано. К таким ли выводам мы устремлялись? Кто может узнать тут первоначальную мысль? Степан Трофимович тоже не признает новой фазы движения, когда мирная демократия сороковых годов, пройдя через материализм шестидесятников, превратилась в революционную борьбу. Таково, несомненно, было и возмущение Достоевского знаменитым социалистическим романом. Отталкиваясь от революционной проповеди Чернышевского, он строит теперь свою философскую концепцию о бессмысленном идеологическом убийстве и страшной психологической каре за него. Кирсановым, Лопуховым и Рахметовым он противопоставляет своего Раскольникова, нигилиста особого рода. Из современников лучше всех понял сущность этого образа ближайший сотрудник Достоевского – Страхов. Со всей отчетливостью он отметил, что в преступлении и наказании в первый раз перед нами изображен нигилист несчастный, нигилист глубоко человечески страдающий. Автор взял нигилизм в самом крайнем его развитии, в той точке, дальше которой уже почти некуда идти. Показать, как в душе человека борется жизнь и теория, показать эту схватку на том случае, где она доходит до высшей степени силы, и показать, что победа осталась за жизнью – такова была задача романа. В критике обычным было сближение Раскольникова с Базаровым. Но тенденция борьбы с нигилизмом резче проявляется в сатирических образах романа. Это как бы пародийный комментарий «к что делать?». Когда Лебезятников заявляет «все, что полезно человечеству, то и благородно», я понимаю только одно слово «полезное» – он доводит до шаржа теорию утилитаризма, исповедуемую Лопуховым и Кирсановым. Когда, развивая положение радикальной журналистики, Лебезятников утверждает, что чистка помойных ям гораздо выше деятельности какого-нибудь Рафаэля или Пушкина, потому что полезнее. Или по поводу рогов. Это скверное гусарское пушкинское выражение даже немыслимо в будущем лексиконе, в романе пародируется разрушение эстетики и критическая переоценка Пушкина, столь характерные для русского слова и отчасти современника. Но особенное внимание Лебезятников уделяет вопросу о современном браке и отношении между полами. Измена жены не смущает его. «Друг мой, до сих пор я только любил тебя. Теперь же я тебя уважаю, потому что ты сумела протестовать». Все это пародийная парафраза заявлений Лопухова Вере Павли. В романе Чернышевского, как известно, проблема брака и новые формы любви стояли в центре сюжет. Так отражаются в кривом зеркале пародии на взгляды примазавшихся к нигилизму те большие идеи романа, которые представляются все же иррациональному идеалу Достоевского величайшей опасностью. Разум, власть, теории, прямолинейность и безжалостность рассудочных выкладок, якобы игнорирующих законы живой жизни и свободной воли. Теория должна быть сама по себе холодна. Ум должен судить о вещах холодно, говорит в романе Чернышевского Лопухов. Но она беспощадна, спрашивает Вера Павловна, к фантазиям, которые пусты и вредны, твердо отвечает ее собеседник. С господством холодных и беспощадных теорий во имя права на творческие порывы личности и борется в своем романе Достоевский, приводя своего героя к тому освободительному кризису, когда вместо диалектики наступила жизнь и в сознании должно было выработаться что-то совершенно другое. Необходимо оговориться, что, в отличие от Раскольникова, движение 60-х годов нисколько не отстаивало право неимущих студентов на убийство ростовщиц, и холодная теория, по слову Чернышевского, учила человека добывать тепло. Эта теория безжалостна, но, следуя ей, люди не будут жалким предметом праздного сострадания. Эта теория прозаична, но она раскрывает истинные мотивы жизни, а поэзия — в правде жизни. Против этого-то учения, с позиции вольного хотения и своего понимания многообразных мотивов жизни, Достоевский и выдвигает аргумент идеологического убийства, якобы вытекающего из ледяных теорий и беспощадных абстрактов революционного мышления. В такие уголовные формы отливается в преступление и наказание один из главных этапов борьбы почвы с нигилизмом — эпохи с современником, Достоевского с Чернышевским. Анатомия романа «Преступление и наказание» прочно устанавливает характерную форму Достоевского. Это первый у него философский роман на уголовной основе. Это одновременно и типичный психологический роман, отчасти даже и психопатологический, с весьма заметными следами полицейского романа Фильетона и черного или мрачно-авантюрного романа «Английской школы». Но это прежде всего, как и первое произведение Достоевского, роман «Социальный», ставящий в гучу событий и под огонь диалектики большие и больные темы современной политической минуты. Свой первый, небольшой по размерам социальный роман 1845 года Достоевский облег в традиционную форму писем. Свой первый большой социальный роман он сложно и самобытно строил через 20 лет как проблемный внутренний монолог героя, перемежающийся философскими диалогами на фоне детективного сюжета. Длительный и углубленный самоанализ Раскольникова, его диспуты с Порфирием, с Ведригайловым, с Соней, среди беспрерывной игры убийцы с полицейской и следственной властью, такова развернутая ткань преступления и наказания. Высокое искусство романиста сказалось в органическом сплетении этой основы со стрейшими темами современной публицистики, превратившими уголовный роман в грандиозную социальную эпупею. Принцип оформления отчета об одном преступлении был найден не сразу. Достоевский намечал три основные формы для своего романа. Первая. Рассказ в первом лице или исповедь самого героя. Вторая. Обычная манера повествования от автора. И третья. Смешанная форма. Кончается рассказ и начинается дневник. Первая форма, то есть рассказ от «Я», предполагала в свою очередь два варианта. Воспоминания о давнишнем преступлении, это было ровно восемь лет назад, или же показания во время суда. «Я под судом и все расскажу». Трудность охватить все возникающие сюжетные возможности рассказом от имени героя, неизбежно отсекающим все эпизоды, в которых сам рассказчик не участвует, заставляет Достоевского задуматься над принятой системой и отвергнуть первую и третью формы. Но и вторая, обычная манера, не удовлетворяет его. Он намечает новый план, в котором изложение уже ведется от имени автора, но сосредоточено исключительно на главном герое. Еще план. Рассказ от имени автора, как бы невидимого, но всеведущего существа, но не оставляя его, Раскольникова, ни на минуту. План этот, как известно, вскоре и возобладал с той только разницей, что центральный герой, действительно, пребывающий почти все время в поле зрения читателя, выпадает из некоторых эпизодов эпопеи Свидригайлова. Но выработанный в процессе этих художественных поисков принцип рассказа от автора, по возможности не оставляющего своего главного героя, сообщил преступлению и наказанию ту собранность, единство и концентрацию действия, которые делают этот роман в композиционном отношении лучшим из произведений Достоевского. Следы первоначальной структуры, сохранившиеся в окончательной редакции в виде изложения событий почти всегда с субъективной позиции главного героя, как бы превращает весь роман в своеобразный внутренний монолог Раскольникова, придающий всей истории его преступления исключительную цельность, напряженность и увлекательность. Весь обширный роман сосредоточен на единой теме, пронизывающий его сквозным действием. Все связано с центром и очерчено единым кругом. С первых же абзацев романа читатель узнает, что готовится убийство. На протяжении шести глав он весь во власти идеологических мотивов преступления и материальных приемов подготовки к нему. Сейчас же после убийства открывается сложнейшая по своему психологическому драматизму внутренняя борьба Раскольникова со своим замыслом, своей теорией, своей совестью и внешне с властью в лице сильнейшего противника Порфирия Петровича и отчасти полицейского. В драму убийцы постепенно втягиваются окружающие, перед которыми он либо сам раскрывает свою тайну «Разумисин», «Соня», «Дуня», «Либо не в состоянии ее скрыть», заметов Свидригайлов Порфирий Петрович. Три беседы со следователем — шедевр интеллектуального единоборства. Точное психологическое кольцо, которое невидимо и уверенно с первых же дней после убийства начинает очерчивать вокруг Раскольникова его неотразимый соперник в диалектике, уверенно и точно смыкается в грозовой вечер их последний, столь успокоительной по зачину беседы. Раскольникову остается только покориться логическому воздействию Порфирия и моральному влиянию Сони. Он приносит повинную. Линия развития драмы нигде не прерывается и не переламывается побочными эпизодами. Все служит единому действию, оттеняя и углубляя его. Трагедия семейства Мармеладовых является сильнейшим аргументом к теории и действию Раскольникова, как и возникающий из письма матери Свидригайловский мотив в судьбе сестры, власть над бедной девушкой ее хозяина, вскоре получающий в романе полное и глубокое развитие. Образ Свидригайлова отнюдь не представляет собой самостоятельного вводного эпизода. Он замечательно освещает судьбу и личность главного героя. У нас отмечалось некоторое воздействие на теорию Раскольникова книги Наполеона III «История Юлии Цезаря» Париж 1865-1866 годы. Автор провозглашал исключительное значение в истории таких необыкновенных людей, как Юлий Цезарь, Карл Великий или Наполеон, начертающих путь народам и совершающих в несколько лет дело многих столетий. Изгнание, казни, треувераты, государственные перевороты — таковы орудия, с помощью которых исторические герои выполняли возложенное на них проведением дела. Но Раскольников, решая все эти проблемы применительно к себе, думает не столько о завоевателях и властителях, сколько о деятелях духовной культуры, ученых, мудрецах, законодателях, реформаторах. Он вспоминает Ньютона, Кеплера, Ликурга, Солона, Магомета, а из великих полководцев и верховных властителей только Наполеона I. К тому же в беседе у Порфирия, толкуя о Наполеоне, он говорит лишь о его прогрессивной, кодификационной и просветительской деятельности, восходящей к революционным принципам 1789 года. Раскольников подчеркивает, что право перешагнуть через иные препятствия предоставляется вождю и реформатору только для осуществления высокого замысла и при том лишь в том случае, если исполнение его идеи, иногда спасительной, может быть для всего человечества, того потребует. Молодой мыслитель Достоевского допускает жертву лишь во имя высшего гуманизма, устремленного к спасению и обновлению мира. На протяжении всей своей декларации Раскольников ни на мгновение не оставляет разряд людей с новой мыслью, которых и признает подлинными вождями человечества. Это не себелюбивые тщеславцы, а великомученики своих освободительных помыслов о счастье людей. Сколь бы ни была ошибочна гипотеза петербургского студента, допускающая по выражению его оппонента кровь по совести, во зрении Раскольникова исполнены исторического трагизма и не имеют ничего общего с династической агитацией политического карьеризма, изданной посредственным и смешным персонажем, как назвал Наполеона Третьего Карл Маркс. Великие люди для Достоевского, как и для Раскольникова, прежде всего носители широкого сознания и глубокого сердца, ощущающие великую грусть за вековые и массовые страдания исторического процесса. Верно понял и правильно истолковал в этом вопросе мысль Достоевского Писарев, возразивший в своей статье о преступлении и наказании на теорию Раскольникова, люди, подобные Ньютону и Кеплеру, никогда не пользовались кровопролитием, как средством популяризировать свои доктрины. Подлинными первоисточниками теории Раскольникова после каторжных наблюдений его творца были романы «Любилца Достоевского Бальзака», «Особенно отец Горио» и «Утраченные иллюзии». По рассказу Достоевского, сохранившемуся в черновой редакции речи о Пушкине, в одном романе Бальзака нищий студент в тоске перед нравственной задачей, которую не в силах разрешить, задает своему товарищу вопрос о праве на убийство бесполезного существа в виде параболы о дряхлом больном мандарине. Дилемма поставлена с необыкновенной четкостью и остротой. Вот ты, нищий, захотел бы сказать, умри, мандарин, чтобы сейчас же получить этот миллион. В этом вопросе парижского студента уже намечается та нравственная задача, которую пытался разрешить и петербургский нищий студент Раскольников. Приведенный Достоевским отрывок находится в отце Горио. История Евгения Ростиньяка — это фазисы образования сверхчеловека, принимающего свой окончательный закал в преступлении. Одна из главных идей Бальзаковского романа — это убеждение тщеславного героя в своем праве шагать через трупы для достижения поставленной цели. Здесь имеются некоторые предвестия судьбы Раскольникова. Но роман Достоевского строится самобытно. В преступление и наказание на поминки по Мармеладову собирается разношерстая компания. Здесь вся семья покойного во главе с его вдовой Екатериной Иванной, охваченной пароксизмом гордости и тщеславия, то есть мечтающей о чинной и благопристойной тризне среди видных и уважаемых людей. Но почтенные гости не явились. Налицо лишь три неизвестных полячка, пьяный провианский чиновник, квартирная хозяйка немка, какой-то глухой старичишка. Настроение нервное и тревожное. Всех ждут ссоры. Возрастающее раздражение Мармеладовой переходит в перебранку с Амалией Лепевехзель, закричавшей что-то про желтый билет. Поднимается гам и грохот. Раздаются вопли, угрозы, плач перепуганных детей. Общее напряжение разряжается страшным ударом. Лужин обвиняет Соню в краже у него сто-рублевого билета. Деньги обнаружены в кармане девушки, куда они подброшены ловким пройдохой. Это подлинный сценический скандал, достигший кульминации. Но в этот момент пошлый эпизод переходит в высшую патетику. Раздаются рыдания и страдавшейся души. Среди всеобщих возгласов и криков Катерина Ивановна крепко приживает к себе Соню, как будто грудью решает защитить ее от всех врагов. «Соня, Соня, я не верю, видишь, я не верю». Плач бедный, чахоточный, сиротливый Катерина Ивановны произвел, казалось, сильный эффект на публику. Тут было столько жалкого, столько страдающего в этом искривленном болью, высохшем, чахоточном лице, в этих иссохших, запекшихся кровью губах, в этом хрипло-кричащем голосе, в этом плаче на взрыт, подобно детскому плачу, в этой доверчивой детской и вместе с тем отчаянной мольбе защитить, что, казалось, все пожалели несчастную. Эта трагическая интермецу поддержана неотразимой речью Раскольникова в защиту Схонит вслед за фактическим разоблачением Лужина Лебезятникова. Своим горячим застукничеством студент-юрист производит на всех чрезвычайные впечатления. Оболганная девушка оправдана общим мнением. Но пьяный скандал еще прорывается последними вспышками, пока Катерина Ивановна не выбегает на улицу в поисках немедленной и окончательной справедливости. Это момент полного притворения скверного анекдота в высшую трагедию правдоискания с единственным исходом смертью. Замученная женщина падает на мостовую, всхлынувшей из горла кровью. Беспокойная титулярная советница вырастает в подлинную трагическую героиню, раздавленную и поруганную, но величественную в своем материнском отчаянии и протесте против мирового зла. Мы не знаем у Шекспира сцены, которая сильнее потрясала бы сердца зрителей. Достоевский стремился придать своему рассказу характер животрепещущей современности, создать у читателя впечатление текущего общественного дня. Обильные событиями шестидесятые годы просочились в роман отголовсками разнообразнейших научных, журнальных, деловых, газетных, экономических и социально-политических фактов, освещая разработку одного психологического случая актуальнейшими проблемами момента и заостряя диспуты и диалоги героев жаргоном современной журналистики. Если красные и черные стендали первоначально должно было называться просто 1830-й по характерному отражению умственных течений и нравов момента, с равным правом преступления и наказания могло бы называться 1865-й год. Независимо от вневременного в понимании Достоевского значения, это был бы прежде всего роман о текущей эпохе. Образ Мармеладова перекликается с рядом материалов журнала Достоевского по злободневному вопросу о пьянстве. На фоне многочисленных статей, скрывающих связь алкоголизма с проституцией, туберкулезом, безработицей, нищенством, заброшенными детьми, физическим вымиранием целых семейств, выступают с полной ясностью главные линии истории Мармеладовых, в которой основные моменты антиалкогольной публицистики шестидесятых годов, чахотка, желтый билет, исключение со службы, черная нужда, истощенные дети, гибнущие на мостовой родители, показаны почти с плакатной отчетливостью и одновременно углублены романистам до подлинного художественного трагизма. В мировой литературе, где тема пьянства разрабатывалась обычно с ее веселой и беспечной, чисто фальстафовской стороны, едва ли не впервые раскрывалась во всей своей гнетущей безнадежности простая и грозная история распада и гибели целой семьи, подточенной страшным казенным ядом. Тема Мармеладовых не только необыкновенно углубляла общий трагический колорит преступления и наказания, но одновременно связывала роман с одной и с тем передовой общественной мысли, сообщая истории Раскольникова ту визу времени, которую всегда стремился отметить в своей странице Достоевский. Тому же служил и образ Сони. Алкоголизм родителей, материальная нужда, раннее осиротение, второй брак отца, скудное образование, безработность и наряду с этим жадная погоня за молодым телом в больших капиталистических центрах с их своднями и притонами — вот главные причины развития проституции. Художественная зоркость Достоевского безошибочно учла эти социальные факторы и определила ими биографию Сони Мармеладовой. Но великий поэт-романист высоко поднялся над этими материалами санитарной статистики и раскрыл в судьбе своей несчастной девушки истоки такой глубокой и самотверженной любви, которые поставили этот образ рядом с прекраснейшей героиней духовного подвига Антигоной. Образ Сведригайлова исходил из общей системы построения характеров романа, заостренных социальной злободневностью эпохи. Перед нами крупный помещик, уже ограниченный крестьянской реформой в своем материальном достоянии и личной власти, хотя леса и луга заливанные и остались за ним. Достоевский вводит в его биографию эпизод истязаний дворового человека, приведенного к самоубийству гонениями своего господина. По черновым записям рабовладельческие инстинкты героя сказывались еще речь. Он засекал крепостных и пользовался невинностями своих крестьянок. Журнал Достоевского сообщает о безобразном поступке одного помещика с девицей, жившей в его семействе более шести лет в качестве гувернантки и вынужденной бежать из его дома. Весь эпизод сильно напоминает отъезд Дуни Раскольниковой из имения Светригайлова в крестьянской телеге под проливным дождем. Но всего интереснее здесь попытка Достоевского преобразить этого закоренелого злодея сильным чувством и показать его способным на отречение и альтруизм во имя впервые овладевшей им всепокоряющей любви. Наконец фигура Порфирия Петровича также невидима и неразрывно связана с передовой публицистикой эпохи реформ. Этот виртуоз психологического анализа, считающий, что дело следователя в своем роде художества, действующий на Раскольникова не только логикой и ловкой игрой, но в последней беседе и моральным воздействием, относящийся к своим подследственным с внимательной симпатией и даже искренним чувством. Всеми этими чертами художника и гуманиста Порфирий отвечает актуальнейшему заданию судебной реформы. Выработать вместо пристава следственных дел чиновника и взяточника новый тип культурного криминалиста, помощника судьи, призванного заменить отжившего спутника старого инквизиционного процесса. «Я этого Миколку полюбил», заключает Порфирий свою блестящую характеристику крестьянского паренька, питомца народной мудрости и народного творчества, спасенного им от суда и острога. «В чудовищном городе, среди падших и погибающих, хищников и жертв, сладострастников и блудниц, ожесточившихся мыслителей и торжествующих буржуа, светится для Достоевского неугасимым лучом спасения этот выходец из деревни, сын родной земли, затерянный, но не теряющий своей правды в камнях столичного города. Это и есть та твердая основа, на которой новая интеллигенция воздвигнет будущую Россию». Крестьянин Зарайского уезда Рязанской губернии Николай Дементьев за подозренные в убийстве совершенным студентом Раскольниковым противостоит всей своей неосознанной моральной силой теоретику, оторванному от почвы и пролившему из принципа кровь. Изображенный Достоевским в качестве простодушного богатыря, взрослого малого ребенка, образ понемногу углубляется чертами трагических воззрений сектантов. Миколка готов принять страдания, покончить с собой или безвинно пойти на каторгу. Наряду с большими вопросами переходного времени, воплощенными в главных образах романа, в нем олицетворяется и основная тема философской публицистики Достоевского, крестьянства, с которым он непосредственно сблизился в Сибири, и которое стало в центр внимания, тревог и упований русской интеллигенции в эпоху реформ. Так сочетал Достоевский жгучие темы современности с большими нравственными вопросами о правах личности, о пределах самопожертвования, о границах добра и зла. Из черновиков к преступлению и наказанию мы знаем, что Достоевский ставил себе обширнейшую задачу — перерыть все вопросы в этом романе. Как неудивительно, но эта задача была полностью осуществлена романистом. Перерытыми оказались действительно все вопросы, как те из них, которые волнуют человеческую мысль во все эпохи, так и те, которые привлекли внимание современников как раз в середине 60-х годов. В преступлении и наказании Достоевский по любимому эпитету Пушкина «быстрый живописец». Этой исчерпывающей краткости портретов 1866 года мы не встречаем уже ни в подростке, ни в Карамазовых. Несколько моментальных штрихов заменяют страницы пространных описаний. В шести строках портрета старухи Достоевский дает образ такой изумительной жизненности, что многое неожиданное в раскольниковском поступке объясняется этим внешне отталкивающим видом отвратительной ростовщицы. От Сведригайлови мы читаем. Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску, белое, румяное, с румяными, алыми губами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что-то было ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно моложавом, судя по лицам, лице. Философский роман Достоевского дает богатейшую коллекцию петербургских типов, напоминающих альбомы или панорамы выдающихся рисовальщиков сороковых шестидесятых годов. В острых синтетических обликах преступления и наказания, столь характерных и жизненных, несмотря даже на наличие в них подчас гротескного стиля, с этими писаришками он связался собственно потому, что оба они были с кривыми носами, у одного нос шел криво вправо, а у другого влево. Достоевский выступает своеобразным и острым рисовальщиком с натуры. Недаром он ценил в «Говорни», упомянутого им в «Униженных и оскорбленных», а в молодости восхищался иллюстратором мертвых душ Агенон. В петербургских эскизах и зарисовках преступления и наказания есть нечто от своеобразного жанра артистов-графиков середины столетия, оживляющих своей изощренной иглой бытовые очерки всевозможных столичных физиологий. Характерность персонажей тонко передается Достоевским и в речевых особенностях каждого. Иннокентий Оненский верно отметил стилистическую канцелярщину Лужина, ироническую небрежность Свидригайлова и восторженную фигурность Разумихина. Нетрудно также уловить саркастическую деловитость правоведа Порфирия и деланную вежливость чиновничей речи Мармеладова, обильно уснащенной церковными славянизмами для выразительной живописи потрясающей истории его грехопадений и страданий. Если не самый словарь, то словесный жест, интонационная система героев выявлены в романе с неизгладимым своеобразием. Рядом с образцами портрета и жанра роман дает шедевры городского пейзажа в описании серединных улиц, столицы с изловонием и пылью, цеховым и ремесленным населением, распивочными и всякими иными низкопробными заведениями. «Грустный, гадкий и зловонный Петербург летом», сообщал Достоевский в разгар работ над преступлением и наказанием, «идет к моему настроению и мог бы даже мне дать несколько ложного вдохновения для романа». Но вдохновение оказалось подлинным, жизненным и сильным. В преступлении и наказании внутренняя драма своеобразным приемом вынесена на людные улицы и площади Петербурга. Действие все время перебрасывается из узких и низких комнат в шум столичных кварталов. На улице приносит себя в жертву Соня, здесь падает замертво мармеладов, на мостовой истекает кровью Катерина Ивановна, на проспекте перед Каланчой застреливается Свидригайлов, на Сенной площади пытается всенародно покаяться Раскольников. Многоэтажные дома, узкие переулки, пыльные скверы и горбатые мосты, вся сложная конструкция большого города середины столетия вырастает тяжеловесной и неумолимой громадой над мечтателем о безграничных правах и возможностях одинокого интеллекта. Петербург неотъемлем отличный драмат Раскольникова. Он является той тканью, по которой рисует свои узоры его жестокая диалектика. Царская столица всасывает его в свои распивочные, полицейские участки, ресторации, гостиницы. И над всей этой накипью и пеной жизни, с ее запойными пьяницами, расстрителями малолетних, проститутками, проценщицами, сыщиками, туберкулезом, венерическими болезнями, убийцами и безумцами, высится строгими контурами своих архитектурных линий, город знаменитых зодчих и воятелей, пышно растилаясь своей великолепной панорамой и безнадежно вея духом немым и глушим. При этой сложности внутренней тематики совершенно изумителен по своей цельности и полноте основной тон повествования. Он словно вбирает в себя все интонации и оттенки отдельных сцен и образов. Столь разнородные мотивы Сони, Свидригайлова, Раскольникова, Мармеладова, Старухи, чтобы слить их воедино и постоянным возвращением к этим господствующим и сменяющимся темам сообщить роману как бы некоторое симфоническое звучание современного Петербурга, сливающее огромное многоголосие его подавленных рыданий и возмущенных воплей в единое и мощное целое раскольниковской трагедии. Эпилог романа полон величия и глубины. Раскольников на краю нравственной гибели. Но его титанический индивидуализм рушится перед простыми законами мудрой общечеловеческой жизни. Он понимает среди трудов и мук ссыльно-каторжных беспочвенность своих притязаний названия гения и роль властителя. Он сознает свою вину перед людьми и отрекается от эгоцентрической философии воима живых и светлых движений своего широкого сердца. Понимая высший смысл добра и альтруизма, бедный студент, уже бросившийся однажды в пылающий дом для спасения двух малюток, ощущает себя теперь под арестантским халатом рождения нового человека, самоотверженно отдающего свою личность и судьбу для счастья всех. Изощренная и ложная мысль отступает перед могучим чувством, возрождающим гордого мыслителя к новому, беспритязательному и человечному существованию. Их воскресила любовь. Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. Неотвлеченное евангельское всепрощение, которое упоминается мимоходом, а мужество сильного характера и животворящий порыв самоотверженной женской души спасают поверженного борца. Драма мысли, возникшая в душной петербургской коморке, тесной как гроб, разрешается на берегах полноводного Иртыша в безбрежных стебях России. Великой Родине и послужат новый Раскольников, очищенный страданием и принявший в свою душу царство рассудка и света и воли и силы. Таким раскрытием путей к новой жизни завершается эта великая книга о падении и возрождении человека. Лето влюблене В год писания преступления и наказания Достоевский провел лето под Москвою. Ему необходимо было лично договориться с Катковым и его редактором-исполнителем Любимовым о дальнейшем распределении глав преступления и наказания по ближайшим книжкам журнала. Как вскоре выяснилось, назревал серьезный конфликт между редакцией и автором. В середине июня 1866 года Достоевский прибыл в Москву. Он остановился в гостинице Дюссо около Малого театра. Жара стояла невыносимая. Все друзья и знакомые уже выехали на дачи из-за злойного самума с облаками московской белокаменной пыли. Семья любимой сестры Достоевского Веры Михайловны Ивановой муж ее был врачом и преподавателем физики в Кадетском корпусе и Межевом институте поселилась в восьми верстах от города в сельце Люблине близ Кузьминок. К концу июня Федор Михайлович снимает здесь дачу пустой двухэтажный каменный дом. Обзаводится самоваром, чашками, одеялом и переезжает из душных номеров Дюссо в уединенное и свежее поместье, словно созданное для творческой работы, с большим озером, старинным парком и густым смешанным лесом. Рядом, в швейцарском доме с огромным садом, жили его родные. Возможно, что Достоевского побудило так решительно и быстро поселиться в Люблине одно существенное обстоятельство интимного свойства, о котором он никому ничего не сообщал. У Веры Михайловны гостила летом ее невестка, всеобщая любимица семьи Елена Павловна Иванова. Она была женой Константин Палча, младшего брата доктора Иванова. Молодая женщина пленяла всех своим обаятельным характером и умной жизненной деловитостью. Но она не была счастлива в своей семейной жизни. Муж ее тяжело болел, это резко отражалось на его характере, он томил жену своими ревнивыми подозрениями и немилосердно отравлял ей жизнь. Врачи уже приговорили его к смерти и все Ивановы открыто мечтали о скором замужестве их обожаемой невестки и тетки со вдовевшим Федором Михайловичем другой гордостью и симпатией всей семьи. Сам писатель относился сочувственно к этому плану. Его последнее увлечение Сусловой Корвин Круковской Марфой Браун принесли ему немало разочарования и душевной усталости. Он искал теперь тихой пристани доброй, спокойной, интеллигентной и хозяйственной женщины-друга. Этот именно тип представляла Елена Павловна, которую он ценил и уважал. Он нередко останавливался в Москве в ее меблированных комнатах, считал, что она была всегда бесконечно добра к нему и готов был прожить вторую половину своей жизни с таким родственным и привлекательным существом. Согласие Елены Павловны не подлежало сомнению. Слагавшиеся обстоятельства, казалось, всячески благоприятствовали возникающему роману. Одновременное пребывание обоих суженых летом на даче в общей родственной среде могло бы внести ясность в эту сложную матримониальную проблему, окончательное решение которой откладывалось бы все же на неопределенное время, то есть до смерти Константин Павлович. Такие скрытые и сложные сердечные мотивы, вообще очень свойственной страстной и замкнутой натуре Достоевского, несомненно ощутимы и в данном случае. Вскоре они сказались полностью. Постоянные встречи и беседы в усадебной обстановке Люблина, катания по озеру, прогулки по рощам действительно расположили к серьезным сердечным объяснениям. Достоевский задает Елене Павловне прямой вопрос. Пошла ли бы она за него замуж, если бы была свободна? Она не дает прямого ответа, явно считая это несвоевременным при медленно умирающем муже, но и ничем не опровергает намеченные перспективы. Фактически же она, видимо, поддерживает ее молчаливо и тайно, но, не скрывая этой зарождающейся связи от близких родных, столь сочувствующих ей. Все это выясняется через три-четыре месяца, когда Достоевский неожиданно обручился в Петербурге с Ниткиной и, по ее же словам, очень тяготился выслив, что внушил незадолго перед тем другой женщине надежды, которые не мог теперь осуществить. Он даже признает необходимым лично сообщить Елене Павловне о предстоящем изменении в своей судьбе и получить на это ее разрешение. Все это свидетельствует, что лето в Люблине дало ему новые душевные переживания, скрытые от посторонних, но приносившие ему радость наступающей новой жизни, предверстие близящегося счастья с умной, воспитанной, всеми любимой и сердечно благосклонной к нему женщиной из родственной семьи. В Черновиках к подростку есть ряд упоминаний об этом эпизоде личной жизни Достоевского, получившем некоторое отражение в романе 1875 года. Записи эти были впервые опубликованы Долинином в его книге в творческой лаборатории Достоевского «Ленинград 1947 год». Речь в них идет об Ахмаковой и молодом князе Сокольском. У него с княгиней было вроде как у меня с Еленой Павловной еще при жизни мужа. Подросток объясняет Анне Андреевне историю Елены Павловны. Это была шалость, я знаю из первых рук. В окончательном тексте подросток говорит, что раз там за границей, в одну шутливую минуту она действительно сказала князю «может быть в будущем, когда овдовеет», но что же это могло означать, кроме лишь легкого слова? В действительности дело обстояло гораздо серьезнее, и Достоевский считал себя связанным с Еленой Павловной Ивановой данным словом, которое она ему возвратила по его просьбе в конце 1866 года, когда он уже обручился с Анной Григорьевной с Ниткиной. «Я очень рада», сказала ему при этом Елена Павловна, «что летом не поддалась и не сказала вам ничего решительно, иначе я бы погибла». Примечание автора В Люблине устанавливается новый рабочий день писателя. Достоевский поднимался в девять часов утра и, напившись чаю, садился за работу, которая длилась до трех часов пополудни. Лето в Люблине было мучительно по тяжелой борьбе писателя за спасение одной из сильнейших глав им написанных. Но здесь же он создал другую превосходнейшую главу преступления и наказания. Это поминки по Мармеладову, это смерть Катерины Ивановны, страницы, которыми Достоевский ударяет по сердцам как величайший гений. Все лето он пребывал в высшем творческом напряжении. В три часа он покидал мир своих героев и отправлялся обедать к Ивановым, у которых оставался до позднего вечера. Здесь его ожидала оживленная молодая компания, с которой он искренне и горячо подружился. Семья сестры была большая, дружная, веселая, она состояла в то время из пяти дочерей и трех сыновей. Старшую, двадцатилетнюю Соню, Достоевский особенно ценил и любил как девушку редкой душевной чистоты и безграничного участия к окружающим. Вторая, восемнадцатилетняя Маша, была отличная музыкантша, воспитанница Московской консерватории и ученица Николая Рубинштейна. По Достоевскому вся она прелесть, грациозность, наивность и при этом ярко объявившийся талант. Третьей июлии было всего четырнадцать лет, но Достоевский передавал ей в письме свой особый привет, а четвертой Нине тринадцать. С ней Достоевский переписывался под конец своей жизни, когда она стремилась в литературу и писала роман. Были здесь еще два сына, юноша Александр и подросток Виктор, вносившие долю своего оживления в общую, бодрую, доброжелательную семейную жизнь. Рано привыкшие к свободе и самостоятельности, объединенные родственным чувством, юные Ивановы вырастали в атмосфере доверия и любви. Вера Михайловна могла с материнской гордостью писать под старость одной из своих дочерей. Вряд ли во всей Москве найдется семья такая, как наша, где так вольно живется детям. Принцип свободного воспитания, правильно понятый и сердечно примененный, приносил здесь ценные жизненные плоды. Достоевский писал в 1868 году Вере Михайловне «Кто же милее и дороже мне, как не вы и ваше семейство? Теперь на детей твоих смотреть душа радуется. У вас резво, крикливо, шумно, правда, но на всем лежит печать тесной, хорошей, доброй, согласной семьи». Общество Достоевского составляют теперь и некоторые молодые друзья Ивановых. Здесь гостил племянник писателя, сын его другой сестры Варвары, молодой врач Александр Петрович Карипин, искавший себе идеальную невесту. Над ним изрядно подшучивали, но это был своеобразный и привлекательный человек. Он отличался удивительной памятью и необыкновенной начитанностью, мог произносить экспромтом целые лекции на любые темы, специально выучился испанскому языку, чтобы читать в оригинале своего любимейшего Дон Кихот. Это был человек необыкновенной кротости, но не чуждый некоторых странностей или причуд, за что его даже называли идиотом. Своей кузине Машеньке Ивановой он напоминал Диккенсовского Пиквика за наивность и доброту. Не сыграл ли этот племянник Достоевского некоторую, хотя бы самую скромную роль в создании князя Мышкина? Старшие дочери имели дачных соседок, подружек, которые охотно посещали веселый и резвый круг Ивановской семьи. Через три-четыре года Достоевский обрисовал эту молодую стаю девушек на фоне Люблинского сада в своей повести «Вечный муж», где молодые захлебинины, отчасти списанные с Ивановской молодежь. Стали воплывать и девицы одна за другой или парами. Но что-то очень уж много явилось девиц. До десяти или до двенадцати. Вельчининов их сосчитать не мог. Старшая Катя, прелестная особа, с какой-то оригинальной уборкой своих пышных волос, напоминает кудрявую Софию Александровну Иванову. Младшая сестра восклицает в повести «Катя-то! Да добрее разве может быть душа, как у ней. Наш общий ангел, я в нее влюблена». Вторая из сестер Надя Захлебинина видимо отчасти воспроизводит Машеньку Иванову. Она красивее всех сестер, маленькая брюнетка с видом дикарки и смелости нигилиста, вороватый бесенок с огненными глазками, с прелестной улыбкой, хотя часто и злой, с удивительными губками и зубками, тоненькая, стройненькая, с зачинавшейся мыслью в горячем выражении лица, в то же время почти совсем еще детского. Но она уже поет романсы под собственный аккомпанемент на фортепиано. С особенной живостью обрисовал Достоевский бойкую и острую приятельницу своих племянниц Марию Сергеевну Иванчину Писареву, зубоскалку и даже умницу. В повести она названа Марьей Никитичной. Здесь же Достоевский дал единственный портрет своего пасынка Паши Исаева, вскоре прибывшего к нему из Петербурга и радушно принятого в кругу ивановской молодежи. Обрисовано красивое, самоуверенно вздернутое лицо, черные, густые, разбитые космами волосы и большие, смелые, темные глаза. Вся эта картина беспечной и веселящейся юности так необычна для Достоевского, что, может быть, именно потому она воссоздана им с такой свежестью и поэтичностью. Непривычная среда увлекает писателя и преображает его строгий трудовой режим. Достоевский устраивает с молодежью шутливые инсценировки, например, черной шали Пушкина, суд над своим племянником Карепиным, пишет оды и куплеты в честь сверхштатного доктора Павловской больницы и прочее. Прогулки обыкновенно заканчивались разными играми в парке, которые затягивались иногда до полуночи, рассказывает один из учеников Иванова по межевому институту фон Фохт. Федор Михайлович Достоевский принимал самое деятельное участие в этих играх и в этом отношении проявлял большую изобретательность. У него однажды даже явилась мысль устроить нечто вроде открытого театра, на котором мы должны были давать импровизационные представления. Словом, он забавлялся с нами как дитя, находя, быть может, в этом отдых и успокоение после усиленной умственной и душевной работы над своим великим произведением. Достоевский очень любил музыку. Он почти всегда что-нибудь напевал про себя, и это лучше всего обозначало хорошее настроение его духа. В этом отношении вторая дочь Иванова Мария Александровна, ученица Московской консерватории, доставляла ему большое удовольствие своей прекрасной игрой. В одном только они расходились. Она была большая поклонница Шопена, как и вообще все женщины, между тем, как Федор Михайлович не особенно жаловал музыку польского композитора, называя ее чахоточной. Он превыше всего ставил музыку Моцарта и Бетховена, а из русских композиторов очень любил произведения Глинки и Серова, в особенности оперу последнего Рогнеда. Однажды в присутствии Федора Михайловича я сыграл на рояле немецкий романс на известной стихе из Гейне «Духаст Диамантен Унд Кэрлен Ты вся в жемчугах и алмазах». Романс этот очень понравился Федору Михайловичу, и он полюбопытствовал узнать, где я его слышал. Я ответил, что его играли шарманщики в Москве. По-видимому, Достоевский слышал этот романс впервые и стал частенько сам его напевать. А не смею утверждать, но, быть может, у него вследствие сего явилась мысль в пятой главе своего романа «Преступление и наказание» вложить в уста умирающей Катерины Ивановны Мармеладовой те же слова этого романса. Судя по описанию люблинских развлечений, в повести «Вечный муж» молодое общество играло в умственные игры, например, пословица, занималась серьезной музыкой и исполнением гайдна. Достоевский, конечно, не только шутил и ребячился, но говорил и на свои любимые творческие темы. Об этом свидетельствует тот же Фохт, оставивший в своем воспоминании выразительный портрет Достоевского собеседника. По его словам, Федор Михайлович говорил медленно и тихо, сосредоточенно, так и видно было, что в это время у него в голове происходит громадная мыслительная работа. Его проницательные небольшие серые глаза пронизывали слушателей. В этих глазах всегда отражалось с добродушия, но иногда они начинали сверкать каким-то затаенным злобным светом именно в те минуты, когда он касался вопросов его глубоко волновавших. Но что бы он ни говорил, всегда в его речи проглядывала какая-то таинственность. Он как будто и хотел что-нибудь сказать прямо откровенно, но в то же мгновение затаивал мысль в глубине своей души. Иногда он нарочно рассказывал что-то фантастическое, невероятное, и тогда воспроизводил удивительные картины, с которыми потом слушатель долго носился в уме. Раз в неделю Достоевский ездил в Москву для переговоров со своими редакторами по русскому вестнику. Он всегда возвращался недовольный и расстроенный. Рукопись его романа читали Котков и Любимов, которого Достоевский называет в своих письмах фактическим редактором журнала. Его влияние и значение в редакции было решающим. Как доктор физико-математических наук и видный академический деятель, несколько позже член Совета Министерства Народного Просвещения, он был далек от художественной литературы и преимущественно следил за выдержанностью направления своего издания. Но в этом отношении он был строг и неумолим. Именно он обратил особенное внимание на четвертую часть «Преступление и наказание», особенно на знаменитую четвертую главу этой части, где Раскольников целует ногу Сони «Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческого поклонился, и слушает в ее чтении притчу о воскресении Лазаря, которую она соглашается прочесть лишь по его просьбе, сначала не решаясь и не смея, как великая грешница, произносить священный для нее текст, но понемногу вдохновляясь и веря, что она обновит этой поэтической легендой ожесточенную и ослепленную душу своего собеседника. Части и главы указываем не по журнальной, а по окончательной редакции примечания автора. В голосе ее звучит творчество и радость. Она вкладывает в чтение все свои душевные силы и заканчивает его громко, восторженно, дрожа и холодея. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Таковы обломки и остатки этой головы, испещренной красными карандашами Каткова и Любимого, сокращенной и видоизмененной по их настоянию самим Достоевским до неузнаваемости, даже до изменения всего колорита этой драматической сцены. Евангелие было официальной основой российской государственности. Профессор Любимов не мог допустить вольного обращения с ним. Он категорически возражал против изображенного в романе чтения этого оплота православия уличной женщиной, берущей на себя роль духовного пастыря. Допустимо ли, чтобы в сане священника выступала проститутка? Автор романа ставит свои общественные отбросы выше величайших установлений церкви и верховной власти. Он теряет нравственные критерии и впадает в нигилизм. Он идеализирует падшую и отверженную женщину до святости и духовного спасения страшных грешников, осуждаемых обществом и законом. Свет и тени жизни здесь в полном смешении. Невозможно отличить в этом хаосе добро и разум от пороков и преступлений. Орган с правительственной программой не может соблазнять читателей такими неразборчивыми оценками. Редакция предлагает автору произвести радикальную переделку этого эпизода и внести полную отчетливость в религиозно-этические категории, которыми он оперирует. Таково было мнение любимого. Котков поддерживал своего соредактора и настаивал на устранении философского диалога Раскольникова с Соней как резонирующего места, мешающего якобы цельности и художественности всей сцены. Это был страшный удар для Достоевского. Он боролся, спорил, доказывал, но был вынужден подчиниться и взялся за мучительную переработку дорогого ему фрагмента. По свидетельству любимого, ему нелегко было отказаться от задуманной утрированной идеализации Сони, как женщины, доведшие самопожертвования до такой ужасной жертвы. Федор Михайлович значительно сократил разговор при чтении Евангелия, который в первоначальной редакции главы был много длиннее, чем сколько осталось в напечатанном тексте. «Про главу эту я ничего не умею сам сказать», сообщал в середине и Юля Достоевской Милюкову. «Я написал ее в вдохновении настоящем, но, может быть, она и скверная. Но дело у них не в литературном достоинстве, а в опасении за нравственность. В этом я был прав. Ничего не было против нравственности и даже чрезмерного напротив. Но они видят другое и, кроме того, видят следы нигилизма». Любимов объявил решительно, что надо переделать. «Я взял, и эта переделка большой главы стоила мне по крайней мере трех новых глав работы, судя по труду и тоске, но я переправил и сдал. Но вот беда. Не видал Любимова, потому и не знаю, удовольствуются ли они переделкою и не переделают ли сами». То же было и еще с одной главой из этих четырех, где Любимов объявил мне, что много выпустил. Не знаю, что будет далее, но это начинающее обнаруживаться с течением романа противоположность воззрений с редакцией меня очень беспокоит. Одновременно Достоевский писал самому Любимову о своей авторской переделке. «Зло и добро в высшей степени разделено. И смешать их, и использовать превратно уже никак нельзя будет. Равномерно прочие означенные вами поправки я сделал все и, кажется, с лихвою. А теперь до вас величайшая просьба моя. Ради Христа оставьте все остальное так, как есть теперь. Все то, что вы говорили, я исполнил, все разделено, размежевано и ясно. Чтению Евангелия придан другой колорит. Одним словом, позвольте мне вполне на вас понадеяться. Поберегите бедное произведение мое, добрый Николай Алексеевич. Но редакция продолжала настаивать на дальнейших сокращениях. Вскоре Котков писал Достоевскому «Многоуважаемый Федор Михайлович, посылаю вам корректуру девятой главы для просмотра и убедительнейше прошу вас не сетовать на меня за то, что я позволил себе изменить некоторые из приписанных вами разъяснительных строк относительно разговора и поведения Сони. Я не имел возможности передать вам в этой записочке сложные причины, побудившие меня к этому позрелым обсуждениям. При личном свидании отдам вам полный отчет. Скажу только, что ни одна существенная черта художественного изображения не пострадала. Устранение резонирующего места придало ему только большую своеобразность. Душевно преданный миг Котков. Публикуется впервые примечания автора. Как ни старались редакторы русского вестника смягчить свою вину перед выдающимся писателем, рукопись которого подвергалась немилосердной переработке вопреки воле и согласию автора, печальный факт налицо. Четвертая глава «Преступление и наказание» в том виде, как ее написал Достоевский, останется для нас, вероятно, навсегда неизвестной. Мы располагаем лишь испорченным экземпляром этого центрального места всей книги, которому два реакционных профессора всячески стремились придать общепринятое и благовидное обличье, резко противоречащее тем безграничным и бездонно глубоким долгованием, какими гениальный художник по-своему освещал древний миф о возрождении грешного человека. В Люблине Достоевский пережил еще одно большое душевное событие, быть может единственное в его жизни, глубокую, чистую, духовную любовь. Такое высокопоэдическое чувство он питал к своей племяннице двадцатилетней Сонечке, как он любил называть ее, обращаясь к ней всегда на «вы» в знак особого поклонения и любви. Это была старшая в семье, восприявшая от своего отца врача и педагога драгоценные черты его характера, столь горячо признанные Достоевским. У этого человека долг и убеждения были во всем прежде всего. Он был отзывчив на всякое горе и беду. Он взял на себя по-родственному хлопотливое и трудное лечение моей Дмитриевны, когда ее в безнадежном состоянии перевезли умирать в Москву. Можно полагать, что в уходе за больной родственницей приняла ближайшее участие дочь лечившего ее врача и ее племянница семнадцатилетняя Сонечка. Достоевский тогда и обратил на нее внимание. Ребенком он ее совсем не знал, а когда вернулся из Сибири, ей уже шел четырнадцатый год. А главное, узнал я вас в ту зиму, как умерла покойница Мария Дмитриевна. К вам я привязан особенно, и привязанность это основано на особенном впечатлении, которое очень трудно анатомировать и разъяснить. Мне ваша сдержанность нравится, ваше врожденное и высокое чувство собственного достоинства. Кроме того, твердая постановка чести, взгляда и убеждений, и, наконец, ум спокойный, ясный и верный. Анализировать и формулировать такое чувство действительно очень трудно даже Достоевскому, но духовное поклонение неутомимого искателя душевной красоты такому юному и чистому существу, как Сонечка Иванова, понятно и без личных изъяснений по отдельным намекам по тону писем. В семье Ивановых было десять человек детей, и старшей Софье Александре пришлось рано помогать родителям, а после смерти отца в 1868 году она уверенно и действенно заступила его место. Она усовершенствовалась в английском языке и специализировалась на переводах Диккенса, зарабатывая до 200 рублей в месяц. Достоевский считал, что она унаследовала его литературный талант, хотя бы в границах художественного перевода, и восхищался ее неутомимым и самоотверженным трудом, доводившим ее до вспышек туберкулеза. Это был тип русской интеллигентной женщины той поры с жизненными трудовыми заданиями, с готовностью выполнять простой, незаметный и подлинный подвиг. Неудивительно, что Достоевский ставит ее выше самых прекрасных из тех, которые представлялись ему лучшими в новом поколении, как сестра Аполлинарии Надежда Суслова, первая русская женщина-врач, получившая степень доктора медицины Цюрихского университета, редкая личность, благородная, честная, высокая. Он пишет летом 1866 года Корвин-Круковский «В Москве старшая племянница моя Соня доставила мне несколько прекрасных минут, какая славная, умная, глубокая и сердечная душа, и как я рад был, что, может быть, ее полюблю очень, как друга». У Софьи Александровны умное открытое, серьезное и светлое лицо. Густые белокурые волосы рассыпаются локонами по плечам, взгляд глубокий, задумчивый, проникновенный. Это женщина неистощимого сострадания и непоколебимой воли. В письмах Достоевского Софьи Александровне звучат неповторимые признания. «Вы дитя моего сердца, вы и сестра моя, и дочь моя. Бесценный друг мой, я смотрю на вас, как на высшее существо, уважаю беспредельно. Вас я олицетворяю, как мою совесть. До свидания, дорогая золотая моя. Ваш весь-весь друг, отец, брат, ученик, все-все. И уже в 1873 году люблю вас, милый инок мой Соня, так, как моих детей, и еще, может быть, немного более». Видимо, духовное воздействие племянницы на Федора Михайловича было огромным. Одно время он мечтал, чтобы Соня поселилась у них в Петербурге, но их дружба неожиданно оборвалась. 29 марта 1871 года умерла Александра Федоровна Куманина. Делюш наследства вызвал глубокие разногласия среди родственников и рассорил Достоевского с его близкими. Это вызвало разрыв отношений даже с любимой сестрой Верой Михайловной. Софья Александровна стала на сторону матери. Переписка с Федором Михайловичем прекратилась. «Бог с нею, если у ней так это легко делается, и обвинить человека, и разорвать с ним ничего не стоит», писал Достоевский 5-го, 17-го июня 1875-го года их общему другу Елене Павловне Ивановой. «Впрочем, как ей угодно. Может быть, только мне одному так тяжело разрывать в клочки все прежнее, прочие же гораздо меня благоразумнее». В этих горьких прощальных строках, полных обиды и укоризны, он дает в последний раз почувствовать глубину и силу своего чувства. Только через несколько лет, в 1876-м году, Достоевский получил письмо или краткое извещение от племянницы. Многоуважаемый Федор Михайлович, если вы еще немного любите меня, вы порадуетесь, узнав, что я выхожу замуж за человека, которого люблю и уважаю. Имя его Хмыров. Он товарищ брата Саши по гимназии и по университету, и он уже давно любит меня. Поздравьте меня, милый друг мой, я все еще решаюсь называть вас так, несмотря на все сплетни, на всю грязь, отдалившие нас друг от друга. Я люблю его всем сердцем, и он любит меня не меньше. Мы счастливы и надеемся быть счастливыми всю жизнь. Эти надежды оправдались. Хмыров был учителем математики, добрым и культурным человеком. Он получил службу в провинции, затем в Москве. Сольга Александровна ушла всецело в жизнь своей семьи и воспитания детей. Она скончалась в 1907 году в возрасте 62 лет. Примечание автора. Таков был эпилог самой светлой и чистой любви Достоевского. Император К этому времени относится один из выдающихся замыслов Достоевского. В 1866 году он прочел публикацию историка Семевского об офицере XVIII века Мировиче, который хотел освободить из Шлиссельбургской крепости, заточенного в ней императора Иоанна VI. Этот претендент на русский престол был в младенчестве обречен Елизаветой Петровной на жесточайший режим заживо погребенного. Он должен был пребывать безвыходно в глухом и темном каземате, без какого-либо общения с людьми, ничему не обучаясь, оставаясь в самом глубоком невежестве. Так совершалось духовное убийство опасного претендента на престол, почти равносильное физическому уничтожению. Но, как сообщал Семевский, этот чудовищный опыт не вполне удался тюремщикам. Постоянное самоуглубление развивало одиночника. Он мог бы даже достигнуть и некоторой умственной нормы, если бы не был убит караулом во время восстания Мировича. Достоевского привлек этот материал, но неблагодарным сюжетом о дворцовых интригах, таинственном узнике, мятежном поручике, а картиной необычайного роста человеческой души, беспримерно поруганной и растоптанной, но все же сохраняющей волю к жизни и мышлению. Предельное угнетение и унижение личности здесь ставило с исключительной широтой господствующую тему творчества Достоевского о неповинном и безмерном страдании человека и неодолимой силе его мысли. В кратком плане писатель изображает заточенного двадцатилетнего юношу, не умеющего говорить, но он самостоятельно развивается, наблюдает мышей, домашних животных, приобретает понятия о жизни, видит сны. Достоевский строит свой сюжет на глубоких мотивах внутренней драмы. По созданной им версии молодой офицер Мирович, адъютант коменданта крепости и жених его дочери, задумав переворот, проникает к кузнику. Встреча двух человеческих лиц. Изумление его и радость, и страх, и дружба. Мирович приступает к обучению Иоанна Антоновича и стремится планомерно прояснить и дисциплинировать его помраченную душу. Раскрывается огромная тема всестороннего воспитания одичалого человека с искусственно приостановленным ростом сознания. Его нужно сразу приобщить к восприятию всех культурных и умственных навыков, обычно приобретаемых медленным опытом целых десятилетий. Беглыми и меткими штрихами писатель обрисовывает этот невиданный педагогический эксперимент. Мирович разъясняет заключенному все явления окружающего мира. Показывает ему с чердака Неву, окрестности крепости, приступает и к политическому воспитанию низвергнутого принца. Он рассказывает ему о власти, о могуществе, заявляет, что для повелителя, каким он станет, все возможно, обычный девиз гордых мыслителей Достоевского все позволено. Все твое только захоти. Пойдем, решается узник. Нельзя, при неудаче смерть. Что такое смерть? Мирович убивает кошку. Кровь приводит узника в ужас. Он не хочет, чтобы за него кто-нибудь погибал. «Коли так, я не хочу жить», — говорит он. Недра, 1923 год, номер второй, страница 279-282. Примечание автора. Наставник переубеждает его картины огромного добра, которые тот может принести людям, став императором. Тот воспламенен энтузиазмом своего учителя. Наконец, Мирович приводит к заключенному свою невесту в великолепном бальном наряде с цветами. Несчастный не может скрыть своего восхищения. Он впервые увлечен, захвачен и преображен могучим чувством. Надревает драма. Невеста Мировича поражена впечатлением, которое произвела на императора. Она решает достигнуть высшей власти. Это вызывает бурную ревность Мировича. Узник с изумлением встречает его гневные и злобные взгляды. Он начинает понимать, что такое красота, любовь, страсть, ненависть, смертельная вражда. Его внутреннее воспитание приближается к завершению. В этот момент Мирович поднимает бунт, быть может с целью вызвать трагическую развязку. По записи Достоевского комендант закалывает императора шпагой. Тот умирает величаво и грустно. Он успел узнать и предательство, и убийство. Он испытал и озарение предсмертной мудрости. Цикл душевной жизни, столь стремительно пройденный, трагически обрывается. Нужно поистине пожалеть, что этот выдающийся замысел не был осуществлен Достоевским. Известный роман Данилевского Мирович был написан значительно позже. Он был впервые опубликован в Вестнике Европы 1879 года. Достоевский, вероятно, был знаком с подробным изложением этого романа в русском Вестнике 1879 года, том 143, где напечатана седьмая книга братьев Карамазовых. Примечание автора. Но даже в этой беглой записи нам раскрываются великие законы его психологической живописи. В мастерские организованные фабули поставлены все излюбленные темы Достоевского и звучат его глубокие лейтмотивы одиночества, безграничных фантазий, чистого сердца, примитивного сознания, страсти, ненависти, ревности, жестокости, мучительства, искушения красотой, соблазновавшей властью, духовного наставничества и предательского убийства. Какое умение развернуть во все ширь свою тематику на материале одного давно прошедшего эпизода, раскрыть в судьбе одного исторического лица все бездонную пучину человеческого сознания. Метод Достоевского раскрывается полностью в этой единственной рукописной страничке. Здесь осуществлен прокламированный им принцип исторического реализма передать не только само событие, но и его неприходящий смысл, его подспудное слово, последующее развитие, его легендарность, его будущность. Здесь осуществлен и другой канон поэтики Достоевского — строить свою композицию вокруг нравственного центра. Разработана и его основная тема о человеческом страдании в одном из ее исключительных и потрясающих проявлений. И все озарено большой идеей о неисчерпаемых возможностях духовного и умственного воспитания личности, насильственно лишенной всех ресурсов для развития. Такое всестороннее раскрытие человека в человеке писатель и признавал своей главной задачей. Это и был всеобъемлющий стиль его истолкование жизни, истории и современности во всех их глубинах и устремлениях или по формуле самого Достоевского реализм в высшем смысле. В своих беглых набросках об одном необычайном и подлинном лице, живом и фантастическом императоре, Достоевский достиг высокой творческой правды, обрел свою высшую реальность, раскрыл неисчерпаемые внутренние силы человеческого сознания, торжествующего над всеми несправедливостями железного века. В таком проникновенном изображении человека писатель и усматривал сущность своей системы. Он стремился осветить и объяснить события внутреннего мира в их неотрывности от истории политики этики. Мелькающие облики протекающего дня, жизни мыши беготня, быт и действительность, все преображалось. Жизнь раскрывала в таком внезапном озарении свое глубинное значение, свою моральную ценность, свою подлинную человечность. В этом смысле Достоевский и признавал себя учеником Пушкина. К стилю гениального поэта восходил и метод великого романиста. В основе его поэтики «Правда жизни», лирически воспринятая и драматически выраженная, идущая от будничного и обыкновенного к исторически значительному и философски обобщенному. В глубоких образах маленьких трагедий, в смелой проблематике пиковой дамы, в могучем поэтическом реализме медного всадника Достоевский находил великие образцы для своего искусства. Это были родственные мотивы и типы. В Петербургской повести, как назвал Пушкин поэму 1833 года, он придерживался предельной точности описаний. Происшествие основано на истине, подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Петербург показан в определенный момент в ноябре 1824 года. Восстановлена вся топография драмы бедного Евгения, гонимого по улицам и набережным звонкой скачкой бронзового наездника. Все это глубоко реалистично и до конца объяснимо состоянием потрясенного сознания героя. И все это сохраняет отплеск гениальной фантазии великого поэта, приобретает символические очертания и поднимает над фактами газетных сообщений огромные проблемы государственного и этического порядка с широкими перспективами в будущее России. Это и есть по формуле Достоевского чистейший реализм, реализм доходящий до фантастического. В нем нет ничего сверхъестественного или невозможного, но есть высокий строй смелых идей, трагическая катастрофичность человеческих судеб и разрешение личных проблем во всемирно исторических масштабах. Новая жизнь Глава тринадцатая Последняя любовь Драконовский контракт В конце сентября 1866 года Достоевский вернулся из Москвы. Ему оставалось около трех месяцев для окончания преступления и наказания. Этого было вполне достаточно и романист был уверен, что представит последнюю часть к сроку. Но для этого еще необходимо было устранить одно важное препятствие. Вот что рассказывает об этом в своих воспоминаниях Милюков. 1 октября 1866 года зашел я к Достоевскому, который незадолго перед тем приехал из Москвы. Он быстро ходил по комнате с папиросой и, видимо, был чем-то очень встревожен. «Что вы такой мрачный?» спросил я. «Будешь мрачен, когда совсем пропадаешь», отвечал он, не переставая шагать взад и вперед. «Как? Что такое?» «Знаете ли вы мой контракт со Стиловским?» «О контракте вы мне говорили, но подробностей не знаю. Так вот, посмотрите». Он подошел к письменному столу, вынул из него бумагу и подал мне, а сам опять зашагал по комнате. Я был озадачен. Не говоря уже о незначительности суммы, за которую было запродано издание, в условии заключалась статья, по которой Федор Михайлович обязывался доставить к первому ноября того же 1866 года новый, нигде еще не напечатанный роман в объеме не менее десяти печатных листов большого формата. А если не выполнит этого, то Стелловский получает право на крупную неустойку. В случае же, если бы роман не был доставлен и к первому декабря, излагал это дело Достоевский в письме Корвин-Круковской, то волен он, Стелловский, в продолжение девяти лет издавать даром и, как вздумается, все, что я не напишу, безо всякого мне вознаграждения. Последнее условие было неслыханным беззаконием, но подпись под ним Достоевского придавала этому произволу характер юридического соглашения. Вот почему Достоевский, как это видно по другим его письмам, предложил Стелловскому уплатить ему в июне 1866 года неустойку. Но тот отказался. Писатель попросил тогда отсрочку на три месяца, но снова встретил отказ. Достоевский хорошо понимал, что стоит за этим отказом. Так как он убежден, что уже теперь мне некогда написать роман в 12 листов, тем более, что я еще в русский летник написал только что разве половину, и не не соглашаться на отсрочку и неустойку, потому что тогда все, что я не напишу, впоследствии будет его. Милюков признал положение весьма серьезным и требующим срочных действий. — Много у вас написано нового романа? — спросил я. Достоевский остановился передо мной, резко развел руками и сказал ни одной строчки. — Это меня поразило. — Понимаете теперь, от чего я пропадаю? — спросил он желчно. — Но как же быть? Ведь надо что-нибудь делать, заметил я. — А что же делать, когда остается один месяц до срока? Летом для русского вестника писал, да написанное должен был переделывать, а теперь уж поздно. В четыре недели десяти больших листов не одолеешь. Летом для русского вестника писал «Преступление и наказание примечания автора». Вы замолчали. Я присел к столу, а он заходил опять по комнате. — Послушайте, сказал я, нельзя же вам себя навсегда закабалить. Надо бы найти какой-нибудь выход из этого положения. Какой тут выход? Я никакого не вижу. Знаете что, продолжал я, вы, кажется, писали мне из Москвы, что у вас есть уже готовый план романа. Ну, есть. Да ведь я вам говорю, что до сих пор не написано ни строчки. А не хотите ли вот что сделать? Соберем теперь же нескольких наших приятелей, вы расскажете нам сюжет романа, мы наметим его отделы, поделим по главам и напишем общими силами, потом вы просмотрите и сгладите неровности или какие при этом выйдут противоречия. В сотрудничестве можно будет успеть к сроку. Вы отдадите роман Стеловскому и вырветесь из неволи. Нет отвечал он решительно я никогда не подпишу своего имени под чужой работой. Ну так возьмите стенографа и сами продиктуйте весь роман. Я думаю в месяц успеете кончить. Настоевский задумался прошелся опять по комнате это другое дело. Я никогда еще не диктовал своих сочинений но попробовать можно. Спасибо вам необходимо это сделать хоть и не знаю сумею ли. Но где стенографа взять? Есть у вас знакомый? Нет но найти не трудно. Милюков обратился к известному преподавателю стенографии Айхину который через день направил Достоевскому способнейшую из своих учениц двадцатилетнюю Анну Григорьевну Сниткину. Роман стенограмма В двенадцатом часу дня 4 октября 1866 года она подошла к дому на углу Малой Мещанской и Столярного переулка где квартировал автор униженных и оскорбленных. Уже дом в котором жил Достоевский напомнил ей неприглядное обиталище Раскольникова доходный петербургский ковчег середины столетия со множеством мелких квартир населенных торговцами и ремесленниками. В кабинете его было сумрачно и безмолвно. Чувствовалась какая-то подавленность от этого шума и тишины. Первое впечатление произведенное Достоевским на Анну Григорьевну было тягостное. С выражением незабываемого страдания вспоминала она через пятьдесят лет первую встречу со своим будущим мужем. Никакими словами нельзя передать того гнетущего и жалкого впечатления, какое произвел на меня Федор Михайлович при нашей первой встрече. Он мне показался рассеянным, тяжко озабоченным, беспомощным, одиноким, раздраженным, почти больным. Казалось, что он до такой степени подавлен какими-то несчастьями, что не видит вашего лица и не в состоянии свести связного разговора. Он попросил меня сесть к его письменному столу и самую быструю речью прочел несколько строк из русского вестника. Я не успела записать и заметила ему, что не могу следить за ним и что в разговоре или диктовке никогда не говорят так быстро, как он. Он прочел медленнее и затем просил меня перевести стенографическое письмо на обыкновенное. Все время он торопил меня, говорил, ах, как долго, неужели это так долго переписывается? Я заспешила и между двумя фразами не поставила точки, хотя следующая фраза начиналась с большой буквы и было видно, что точка только пропущена. Федор Михайлович был чрезвычайно возмущен эту пропущенную точкой и несколько раз повторил «разве это возможно?» Рассеянность и расстроенность Достоевского сказались и в момент ухода его новой сотрудницы. Он, видимо, хотел быть хоть на прощании любезным, но и это ему не удалось. Я был рад, когда Айхин предложил мне девицу стенографа, а не мужчину, и знаете почему? Почему же? Да потому, что мужчина уж, наверное, бы запил, а вы, я надеюсь, не запьете. Мне стало ужасно смешно, но я сдержал улыбку. Уж я это, наверное, не запью. В этом вы можете быть уверены. На следующий день, в условленный час, Анна Григорьевна все же явилась к Достоевскому, но уже с переписанным ее красивым почерком первым эпизодом новой повести. Она была смущена и полна сомнений. Примет ли автор ее работу? Будет ли продолжать свою диктовку? Да не нужно ли ей длить эту труднейшую запись с голоса столь нервного и требовательного человека? Она была бы крайне возмущена, замечает по этому поводу ее дочь Любовь Федоровна, если бы кто-нибудь предсказал ей в тот день, что она еще будет в течение 14 лет стенографировать произведение Достоевского. Первые диктовки проходили в напряженном и тревожном настроении. Автор, видимо, считал, что новый метод писания романа ему не удается и дело его будет проиграно. Но тщательные и точные стенограммы его секретарши выносили понемногу успокоения. Повесть об игроке явно удавалась. Открывался новый весьма плодотворный метод переработки первоначальных записей, явно повышалось качество изложения и резко убыстрялись темпы творческой работы. Автор увлекался своей темой и не переставал углублять замысел. Нарастающая удача и крепнущая уверенность в ней вызвали и новое отношение автора к своей помощнице. Вот заметил наконец ее миловидность, молодость и своеобразную привлекательность, прекрасные серые глаза, умные и лучистые, открытый лоб, энергический подбородок. Писатель стал охотно делиться своими планами и воспоминаниями с этой милой девушкой и остроумной собеседницей, и вскоре она почувствовала, что Федор Михайлович относится к ней с каждым днем все внимательнее и сердечнее. 29 октября Достоевский в последний раз диктовал свою повесть. 30-го Анна Григорьевна принесла ему переписку последней диктовки. Это был день рождения Федора Михайловича, но он провел его за окончательной правкой своего нового произведения. 31 октября с плотной тетрадью под мышкой автор Рулетенбурга прибыл к Стеловскому. Слуга объявил ему, что хозяин в отъезде. Достоевский отправился в контору своего издателя, но заведующий отказался принять рукопись, написанную по неизвестному ему контракту. Только вечером писателю удалось, наконец, вручить свой труд под расписку приставу части, в которой проживал Стеловский. Беспримерным усилием творческой воли дело было выиграно. Роман в десять печатных листов был написан в 26 дней. Сверх ожидания быстрота темпа работы чрезвычайно благоприятно отразилась на общей композиции этих записок молодого человека, придав им повышенную напряженность и увлекательную стремительность. Опасность страшных неустоек была бесповоротна и окончательно устранена. Но вместе с ней была устранена и еще одна угроза, тяготившая Достоевского. Перспектива одиночества, опасность длить свою томительную жизнь больного труженика без утешительной близости любящего человека. Вторая помолвка еще в разгар работы Достоевский сообщил однажды своей переписчице, что стоит как бы на жизненном распутье. Перед ним три возможности поехать на восток, в Константинополь или Иерусалим и там навсегда остаться, отправиться за границу на рулетку и погрузиться в азарт всем своим существом или, наконец, жениться вторично и искать счастье в семье. Анна Григорьевна посоветовала ему избрать этот последний путь. Третьего ноября Достоевский впервые посещает свою сотрудницу, чтобы предложить ей стенографировать последнюю часть преступления и наказания. Ехать пришлось далеко, около четырех верст. Анна Григорьевна жила на окраине Петербурга на песках, то есть под самым Смольным монастырем. Эта отдаленная часть столица поражала в то время своими непривычными контрастами. Богато декорированные здания русского барокко и классицизма с великолепными колоннадами и фронтонами, созданные такими зодчими, как Растрелли и Кваренги, еще были окружены пустырями, огородами, убогими лачугами, где ютились бесчиновные, бедные люди, ремесленники, торговцы, мелкие мещане. Здесь в конце сороковых годов служащий придворного ведомства Григорий Иванович Сниткин приобрел два больших земельных участка, около двух десятин, по Ярославской и Костромской улицам. На одном из пустырей находились теперь три деревянных флигеля и двухэтажный каменный дом, в котором жили домовладельцы, то есть обдавевшая недавно мать нашей стенографистки по происхождению шведка или финка Мария-Анна Мельтопиус с двумя дочерьми. Она ведала постройкой или перестройкой своих домов, нередко попадая под влияние всевозможных комиссионеров и дельцов, которые медленно, но верно вели ее к разорению. На другом участке были выстроены два деревянных дома стоимостью пятнадцать тысяч рублей каждый, предназначенные в приданное дочкам. Одно из этих доходных строений занимала старшая из сестер, замужняя Мария Григорьевна Сватковская. Другим владела с 1865 года младшая, еще несовершеннолетняя девица Анна. По ее собственному рассказу, судьба с юных лет превратила ее в полновластную хозяйку своего дома, где она сдавала квартиры, отделывала их, вела паспортную книгу и прочее. Эта рана развила в ней житейскую деловитость, понимание денежных взаимоотношений как основа современного общества, умение легко разбираться в юридических казусах, способность управлять городской недвижимостью, то есть тот отчетливый и твердый практицизм, который до конца оставался характерным свойством ее натура. Можно поверить ее дочери. Достоевский был удивлен легкости, с которой моя мать складывала большие числа и владела тяжелым нотариальным языком. По сохранившейся домовой книге Анны Николаевны Сниткиной можно определить доходность ее владений и социальный состав ее жильцов в 60-е годы. В то время на песках селилась преимущественно столичная беднота. В книге названы профессии и ремесла квартирантов столяр, трубочист, костелянша и лишь в виде исключения чиновник или доктор. Месячная оплата квартир для такого населения довольно высокая от 4 до 10 рублей, что приносило значительный годовой доход. Отдельно сдавались на год извозчичьи конюшни и мелочная лавка. С таким населением имела постоянные дела и 20-летняя Анна Григорьевна. Это была ее подготовительная школа к жизни, вскоре заставившая ее вступить в борьбу с кредиторами, с купщиками лекселей, ростовщиками и прочими. Примечание автора. Когда Федор Михайлович подъехал к двухэтажному дому у Сниткинах, он увидел над первым этажом широкую вывеску овощной и зеленой торговли, а поднявшись и войдя в огромную залу, обратил внимание на обилие в ней фарфоровых безделушек и украшений. Оказалось, что по своей необычной службе, связанной с дворцовыми помещениями, покойный Григорий Иванович пристрастился к вазам, статуэткам, чашкам северского, саксонского и русского изделия, из которых и составил себе обширную коллекцию, унаследованную теперь его дочерями. На этот раз беседа носила деловой характер. Было условлено в ближайшие дни приступить к стенографированию последней части романа «Преступления и натязания», который в начале года должен был закончиться печатанием в русском вестнике. 8 ноября Анна Григорьевна явилась на свою новую работу. Она нашла Достоевского несколько взволнованным. Я поспешила спросить Федора Михайловича, чем он был занят за последние дни. «Новый роман придумывал», ответил он. «Кто же герой вашего романа?» «Художник, человек уже не молодой, но одним словом моих лет». «Расскажите, расскажите, пожалуйста», просила я, очень заинтересовавшись новым романом. И вот в ответ на мою просьбу полилась блестящая импровизация. Никогда, ни прежде, не после, не слыхала я от Федора Михайловича такого вдохновенного рассказа, как в этот раз. Чем дальше он шел, тем яснее казалось мне, что Федор Михайлович рассказывает свою собственную жизнь, лишь изменяя лица и обстоятельства. Тут было все то, что он передавал мне раньше мельком отрывками. Теперь подробный последовательный рассказ многое мне объяснил в его отношениях к покойной жене и к родным. И вот продолжал свой рассказ Федор Михайлович в этот решительный период своей жизни художник встречает на своем пути молодую девушку ваших лет или на год-два постарше. Возможно возможно ли, чтобы молодая девушка, столь различная по характеру и по летам, могла полюбить моего художника? Не будет ли это психологической неверностью? Вот об этом-то мне и хотелось бы знать ваше мнение, Анна Григорьевна. Почему же невозможно? Ведь если, как вы говорите, ваша Аня не пустая кокетка, а обладает хорошим отзывчивым сердцем, почему бы ей не полюбить вашего художника? Что в том, что он болен и беден? Неужели же любить можно лишь за внешность да за богатство? И в чем тут жертва с ее стороны? Если она его полюбит, то она и сама будет счастлива и раскаиваться ей никогда не придется. Я говорила горячо. Федор Михайлович смотрел на меня с волнением. И вы серьезно верите, что она могла бы полюбить его искренне и на всю жизнь. Он помолчал как бы колеблясь. Поставьте себя на минуту на ее место, сказал он. Представьте, что этот художник я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, чтобы вы мне ответили. Лицо Федора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я наконец поняла, что это не просто литературный разговор и что я нанесу страшный удар его самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала, я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь. Сам Достоевский переживал свое новое чувство спокойно. Оно ничем не напоминало его бурных страстей Кысаевой и Сусловой. Сам он вскоре сообщал о своей женитьбе. При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренне любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она все больше и больше нравилась. При конце романа, то есть при окончании диктовки игрока, примечание автора. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я предложил ей за меня выйти. Она согласилась, и вот мы обвенчаны. Разница в летах ужасная двадцать и сорок четыре, но я все более и более убеждаюсь, что она будет счастлива, сердце у ней есть, и любить она умеет. В этом он не ошибся. Период помолвки столь не схожих людей проходил тревожно и даже драматично. Достоевский не скрывал от своей невесты долговых обязательств, возложенных на него крахом эпохи. На его попечении оставались многочисленные родственники, вся семья покойного брата, буквально обнищавшая, двадцатилетний пасынок Федор Михайлович Павел Исаев, отчасти брат Николай, наконец, и побочный сын Михаила Михайловича мальчик Ваня со своей матерью Праскою Петровной Аникеевой. Число кредиторов умершего издателя журналов «Время и эпоха» было так велико, а суммы их вексельных взысканий так значительны, что только за год до смерти, то есть в 1879-1880 годах Достоевскому удалось погасить долги, и то лишь ввиду исключительной энергии, какую вложила в это дело сама Анна Григорьевна. Только в своей семье Достоевский был постоянно окружен десятком людей, для которых он представлял единственную материальную опору в жизни. И это было время, когда он почти безвозмездно писал роман «Игрок» и получал очень низкую оплату от Каткова за свой шедевр преступления и наказания — 150 рублей с листа. Время было чрезвычайно суровое, и безденежье сказывалось неумолимо. Анна Григорьевна поняла, что такая система работы скоро приведет его будущего мужа к полному разорению и едва ли сохранит ему достаточно сил для продолжения его напряженного труда. Она знала, что Достоевский не перестает закладывать свои вещи для неотложных текущих выплат — столовое серебро, китайские вазы из Казахстана, даже одежду. Для такой практичной и самоотверженной девушки, как Анна Григорьевна, мечтавшей отдать все свои средства для избавления любимого человека от страшного бремени чужих долгов, все это представлялось непоправимым несчастьем. Один из наших вечеров на песках, вспоминала через полвека Анна Григорьевна, обыкновенно мирных и веселых, прошел для нас сверх ожидания очень бурно. В конце ноября Федор Михайлович приезжает как-то вечером на пески, одябший и продрогший. Его сейчас же напоили горячим чаем. Не найдется ли у вас коньяку? Кажется, нет, наесть Херис. Он залпом выпил три-четыре рюмки и снова попросил горячего чаю. Хозяйка встревожилась. Разве ты не в шубе сегодня приехал? Нет, замялся Федор Михайлович в осеннем пальто. Но почему же не в шубе? Мне сказали, что сегодня оттепель. Я сейчас же пошлю отвезти пальто и привезти шубу. Не надо, пожалуйста, не надо. Как не надо? Ведь ты простудишься на обратном еще холоднее. Да шубы у меня нет. Как нет? Неужели украли? Нет, не украли. Но пришлось отнести в заклад. Оказалось, с утра у него собрались родственники. Всем необходимы были деньги для покрытия экстренных долгов и оплаты неотложных нужд. Но денег у Федора Михайловича не было. Семейный совет тут же решил, что ввиду наступившей оттепели можно заложить его шубу. Этого пока хватило бы на самые срочные расходы. А там придут деньги из русского вестника. Паша Исаев отнес шубу своего отчима в ближайшему закладчику. Я была глубоко возмущена бестердечием родных Федора Михайловича. Произошло бурное объяснение. Я начала спокойно, но с каждым словом гнев и горесть мои возрастали. Я потеряла всякую власть над собою и говорила, как безумная, не разбирая выражений, доказывала, что у него есть обязанности ко мне, его невесте. Уверяла, что не перенесу его смерти, плакала, восклицала, рыдала, как в истерике. Федор Михайлович был очень огорчен, обнимал меня, целовал руки, просил успокоиться. Я так привык к этим закладам, что и на этот раз не придал этому никакого значения. Зная я, что ты примешь это трагически, то ни за что не позволил бы Паша отнести шубу в заклад. Мать Анны Григорьевны предлагает Достоевскому сделаться попечителем своей невесты, чтобы распоряжаться бесконтрольно ее имуществом, но он отказывается. Дом этот назначен Анне, говорил он, пусть она и получит его осенью, когда ей минет двадцать один год. Мне же не хотелось бы вмешиваться в ее денежные дела. Федор Михайлович, будучи женихом, всегда отклонял мою денежную помощь. Я говорила ему, что если мы любим друг друга, то у нас все должно быть общее. Конечно, так и будет, когда мы женимся, отвечал он, а пока я не хочу брать у тебя ни одного рубля. Достоевский съездил в Москву и получил согласие Коткова выдать ему аванс в две тысячи рублей. По возвращении Федор Михайлович вручил своей невесте пятьсот рублей на устройство их свадьбы. Ну, Аня, держи их крепко. Помни, что от сохранения их зависит наше будущее счастье. Казалось, свадьба была обеспечена, и ничто уже не могло помешать, но между кубком и устами, говорит французский афоризм, остается еще достаточно места для несчастья. Оно едва-едва не разразилось в напряженной деловой обстановке этих двух семейств. Дела Анны Николаевны с Ниткиной оказались после смерти мужа крайне запутанными и с каждым днем не переставали осложняться. В начале февраля 1867 года, то есть за несколько дней до свадьбы Анны Григорьевны, к ним на квартиру является представитель одного из кредиторов ее матери, крупного ростовщика, в сопровождении судебного пристава, описывать имущество молодой девушки якобы за неплатеж ею по исполнительному листу 500 рублей. Все это было явно несостоятельно, поскольку у должницы была с Ниткина мать, но истцы рассчитывали на неопытность ее дочки. Анна Григорьевна мужественно, умно и распорядительно отразила нависшую угрозу, дельцы отступили, можно было приглашать на свадьбу. 13 февраля 1867 года Достоевский писал своим добрым приятием. После многих хлопот и всякого рода недоумения, даже болезни, обозначилось судьбой, что свадьба моя будет в среду 15 февраля в Троицком Измайловском соборе в восьмом часу пополудни, и кажется это наверно. Напоминаю вам ваше милое обещание посетить меня в это время. Я чувствую особенное удовольствие при одной мысли, что вы пожелаете быть свидетелями первых мгновений моей обновленной жизни. Прошло почти ровно десять лет с первого венчания Достоевского 6 февраля 1857 года в Кузнецке. То была глухая сторона крепостной России. Поселок звероловов и старателей, убогая церковь, полунищие духовенства, невеста, бедная вдова с лихорадочным румянцем во всю щеку, свидетели, государственный крестьянин и уездный учитель, который еще накануне считался женихом Исаевой. Это осталось одним из печальнейших воспоминаний Достоевского. Зато теперь он привел к алтарю Измайловского собора двадцатилетнюю пригожую девушку в подвенечном наряде из белого муара с пышной фатой. Шандалы и люстры были переполнены свечами, службу сопровождало торжественное звучание хора певчих. Среди свидетелей, шаферов и гостей выделялись видные литераторы и ученые. Аполлон Майков, Страхов, Аверкиев, Стоюнин, Ломарский, Мелюгов — многие из сотрудников братьев Достоевских по журналам «Время» и «Эпоха». Дома новобрачных встречали родственники и друзья с бокалами шампанского. Невеста, улыбающаяся, юная, влюбленная, была счастлива и наслаждалась тем чарующим впечатлением, какое производил на каждого ее знаменитый муж. Но эта вторая свадьба Достоевского, столь блестящая и удачная, менее соответствовала стилю его жизни, чем его первое скромное венчание во Дегитриевской церкви далекого Кузнецка. Вот почему в его творчестве отразилась только его первая свадьба, такая убогая по своей обрядности и такая величественная по силе его чувства и трагизму переживаний. Медовый месяц Шли свадебные приемы, визиты и вечера. Неожиданно для Анны Григорьевны раскрылось, что ее муж тяжело и неизлечимо болен. В последний день Масленицы мы обедали у родных, а вечер поехали провести у моей сестры, рассказывает Анна Григорьевна. Весело поужинали, с шампанским, гости разъехались, а мы остались посидеть. Федор Михайлович был чрезвычайно оживлен и что-то интересное рассказывал моей сестре. Вдруг он прервал на полуслове свою речь, побледнел, привстал с дивана и начал наклоняться в мою сторону. Я с изумлением смотрела на его изменившееся лицо. Но вдруг раздался ужасный, нечеловеческий крик, вернее, вопль, и Федор Михайлович начал склоняться вперед. Я обхватила Федора Михайловича за плечи и силой посадила на диван. Но каков же был ужас, когда я увидела, что бесчувственное тело моего мужа сползает с дивана, а у меня нет сил его удержать. Отодвинув стол сгоревшей лампой, я дала возможность Федору Михайловичу опуститься на пол. Сама я тоже опустилась, и все время судорог держала его голову на своих коленях. Помочь мне было некому. Сестра моя была в истерике, а зять мой и горничная хлопотали около нее. Мало-помалу судороги прекратились, и Федор Михайлович стал приходить в себя, но сначала он не сознавал, где находится, и даже потерял свободу речи. Он все хотел что-то сказать, но вместо одного слова произносил другое, и понять его было невозможно. Только, может быть, через полчаса нам удалось поднять Федора Михайловича и уложить его на диван. Решено было дать ему успокоиться, прежде чем нам ехать домой. Но к моему чрезвычайному горю припадок повторился через час после первого, и на этот раз с такой силой, что Федор Михайлович более двух часов, уже придя в сознание, в голос кричал от боли. Это было что-то ужасное. Впоследствии двойные припадки бывали, но сравнительно редко, а на этот раз доктора объяснили их чрезмерным возбуждением, которое было вызвано шампанским. Пришлось нам остаться ночевать у моей сестры, так как Федор Михайлович чрезвычайно обестилил, да и мы боялись нового припадка. Какую ужасную ночь я провела тогда! Тут я впервые увидела, какую страшную болезнью страдает Федор Михайлович, слыша его непрекращающиеся часами крики и стоны, видя искаженное от страдания, совершенно непохожее на него лицо, безумно остановившиеся глаза, совсем не понимая его несвязной речи, я почти была убеждена, что мой дорогой любимый муж сходит с ума, и какой ужас наводила на меня эта мысль. Но Федор Михайлович, проспав несколько часов, настолько оправился, что мы могли уехать домой. В течение этой же печальной недели начались и те неприятности и недоразумения, которые так отравили первые недели нашего брака и заставляют меня вспоминать наш медовый месяц с грустным и досадным чувством. Ближайшие родственники Федора Михайловича, семья покойного брата Михаила и пасынок Павел Исаев, за редкими исключениями относились к новой жене Достоевского ревниво и недоброжелательно. Появились кредиторы по эпохе с исполнительными листами на значительные суммы и с угрозами описи имущества. Создается план отъезда молодых за границу, хотя бы до осени. Но даже новый аванс, полученный от Каткова, оказывается недостаточным для такого крупного расхода. Анна Григорьевна решает пожертвовать всем своим приданым, чтобы спасти свое счастье. Она отдает в залог новую мебель рояль меха, золотые и серебряные вещи, выигрышные билеты. Мы уезжали за границу на три месяца, а вернулись в Россию через четыре с лишним года, вспоминает Анна Григорьевна. За это время почти все ее имущество пропало, но там началась для нас Федором Михайловичем новая счастливая жизнь, которая прекратилась только с его смертью. В домовую книгу своей матери шестнадцатилетняя Аня вписала и пленившая ее стихотворение Некрасова «Дешевая покупка». Это не чистая лирика, нелюбовная элегия, это имущественная драма молодой женщины, теряющей свое преданное. Девушка словно предчувствовала свою судьбу. Примечание автора. Глава четырнадцатая Начало скитаний В Дрездене Маршрут скитаний Достоевского по Европе определяется следующими этапами. Прежде всего Дрезден, который писатель особенно ценил за его тишину, картинную галерею и прекрасные сады. Потом Баден-Баден, где автор игрока отдавался своей страсти к азарту и где произошло знаменитое объяснение его с Тургеневым по поводу романа «Дым» и «Проблема России и Европы». Отсюда ценитель европейской живописи направляется в Базель ради одного из величайших образцов позднего немецкого ренессанса. Затем следует Женева, где Федор Михайлович сближается с Огаревым и присутствует на знаменитом конгрессе «Религий мира и свободы». После лета 1868 года, проведенного в Веве, Достоевские переезжают в Италию. Они подолгу живут в Милане и Флоренции, заезжают по пути в Болонию и Венецию, три дня проводят в центре западного славянства Золотой Праги и, наконец, возвращаются в любимый Дрезден, откуда выезжают в Ростею 5 июля 1871 года. Странствуя по Европе, Достоевский, вероятно, не раз вспоминал издавна полюбившиеся ему стихи Хомякова. «О, грустно-грустно мне, ложится тьма густая на дальнем западе стране святых чудес». В период четырехлетнего пребывания Достоевских за рубежом грозные тучи не переставали сгущаться над европейским континентом. Наступали кануны франко-прусской войны и парижской коммуны. Впервые редактор эпохи находился в непосредственной близости к арене мировых событий и мог следить за международной политикой не только по газетным листам. Дрездан являл в то время печальную картину только что проигранной войны. Летом 1866 года Саксония, примкнувшая к Австрии в ее столкновении с Пруссией, потерпела вслед за своей союзницей полное поражение и была оккупирована прусской армией. Не прошло и года, как саксонская столица испытала ужас бомбардировок, а король бежал в богемию. Местные жители рассказывали приезжим о госпиталях, переполненных ранеными, и гули сражений под стенами столицы. Достоевские наблюдали в ресторанах и на брюловской террасе прусских офицеров, в красных воротниках и с проборами до самого затылка. Это были подлинные хозяева города и реальные выразители политики Бисмарка, готовившего объединение Германии железом и кровью. Событием дня было образование Северо-Германского Союза, на территории которого очутились и наши путешественники. Но это не только не завершало грандиозной военной кампании, но предвещало новые осады и генеральные битвы. Достоевский прибыл в Дрезден, озабоченный замыслами своих новых произведений. Он обязался написать статью «Мое знакомство с Белинским» для московского сборника «Чаша». Он проявляет особый интерес ко всему окружению великого критика и усиленно разыскивает у букинистов и в читальных материалы о Герцине, Бакунине, Огареве, Петрашевцах. Ему нужны выпуски «Колокола» и «Полярной звезды», «Былое» и «Думы», ряд брошюр, запрещенных в России. С окончанием преступления и наказания он задумывается над типами и характерами людей сороковых годов, предшественников нигеризма и современной снуты, отцов и детей русской революции, которые действительно выступят несколько позже крупными фигурами в бесах, подростке, дневнике писателя. Но наряду с этим Достоевского мог занимать в то время и роман философского типа, в центре которого стояла бы проблема этики и эстетики, точно еще не определившаяся и не сформулированная автором. Вскоре он назовет своей старинной и любимой темой духовный подвиг высшей моральной личности, образ идеально прекрасного человека. Вот почему по приезде в Дрезден 1 мая 1867 года Достоевский тотчас же отправился с Анной Григорьевной в картинную галерею. Муж вой, минуя все залы, повел меня к Севстинской Мадонне, картине, которую он признавал за высочайшее проявление человеческого гения. Большим событием творческой биографии Достоевского становится в эти годы изобразительное искусство высокого возрождения. В традиционных религиозных образах Средневековья великие мастера XV-XVI веков выражали свой культ прекрасного человека, свое восхищение нравственной красотой материнства и светоносной силой разума. Интерес к природе и жизни, к деятельному человеку, к его чувствам и помыслам создал могучее и правдивое искусство нового гуманизма с его стремлением к всеобщему счастью и мировой гармонии. Создание мировой живописи интересует Достоевского прежде всего с их философской стороны, как могучие стимулы его будущих замыслов, как гениальные воплощения вековых образов, способных зародить высшие типы и в новейшем романе. По рассказу Достоевской Федор Михайлович высоко ценил Тициана, в особенности его знаменитую картину Динарий Кесаря, перед которой подолгу стоял, не отводя от нее глаз. «Эта великолепная картина», сказал Достоевский жене, «может стоять наравне с Мадонной Рафаэля». Контраст двух Тициановых образов Достоевский выразит со всей силой в своем последнем романе, куда отчасти вошла задуманная им книга о Христе. Пророк рядом с инквизитором в поэме Ивана Карамазовы, как бы выдержан в манере знаменитой картины венецианского мастера, которую Достоевский в 1873 году противопоставил как высший образец тайной вечери передвижника Ге. Если б современный художник, считал Достоевский, придал бы учителю то лицо, с которым изобразил его в известной картине своей Кесарева Кесареви Тициан, тогда много бы стало тотчас понятно. В тот же день Достоевский знакомится с мифологическими пейзажами Клода Лорена, который становится одним из любимейших его художников. Подлинное имя живописца было Клод Желле из Лотарингии, отсюда его прозвище Лорен, то есть Лотарингский. Это был мастер идиллического ландшафта, обрамляющего сцены счастья первобытных людей. Таков его шедевр Ацис и Галатея с колышущимися волнами и закатными солнечными лучами, с невинными и прекрасными людьми на берегу озаренного моря. На горизонте его голубеет изломанный профиль горы. У берега под тенью скал сгущаются сумерки, но вдали лучезарно, воздушно и торжественно. Это видение художника вдохновило Застоевского на чудесную небольшую поэму в прозе, увековеченную в исповеди Ставрогина и в монологе Версилова. Я же называл его всегда «Золотым веком», замечает об этом пейзаже сам писатель. Высоко ценил Достоевский знаменитый автопортрет молодого Рембрандта с женой в Саске и на коленях, художника, с которым не раз сравнивали жанровые сцены его романов по темным скоплениям теней, прорезанных яркими озарениями. Приехав в Дрезден с молодой женой, романист мог особенно живо воспринимать тему жизнерадостности и безоблачного счастья, озаряющих эту картину во всех ее деталях, в огромном бокале искрящего вина, в ослепительном оперении бархатного убора и восхищенной до самозабвения улыбки ликующего живописца. Достоевский видел в Рембрандтовском собрании Дрезденской два замечательных портрета той же модели Саския ван Эйленбург и Саския с красным цветком. В духе творца Раскольникова была выписана старуха, взвешивающая золото, и его психологической манере соответствовал портрет старика в черном берете с тонким лицом и глубоким взглядом, полным скорби и сострадания. В мировой живописи Рембрандт был едва ли не самый родственный Достоевскому гений одухотворенного и апоэтизированного реализма, но великий романист не оставил нам своих впечатлений об этом мастере трагического портрета. Любимцем Достоевского в Дрезденском Цвингере стал один из величайших художников XVI века Ганс Горбейн младший. Его Мадонну бургомистра Мейера Достоевский признал высшим воплощением затаенной и тихой грусти. А моя Мадонна Гольбейновая как она чиста, как прекрасна, запишет в своей тетради автор Идиота. И там же он тонко отметит, что письмо русской девушки написано слогом Гольбейновской Мадонны. Какое проникновение в сущность типа, какое высокое понимание слова и образа. Вечный родник назвал Дрезденскую галерею Геты. И такой именно почувствовал ее в своих страстных поисках великой темы и героического характера творец князя Мышкина. Что же более всего привлекало Достоевского в этом собрании величайших сокровищ живописи Ренессанса? Прежде всего, поэтический миф о луднице, возрожденной недосягаемой душевной чистотой совершенного человека. Это один из самых популярных эпизодов Евангелия, получивший бесчисленное множество воплощений в искусстве, особенно в живописи. Кающуюся Магдалину изображали Тициан, Веронезе, Мурильо, Рубенс, Ван Дейк, Рембрандт, Коррэджио, Рибейро, Клод Лорен, Фра, Бартоломео, Карло Дольчи, Грэс, Пустен, Делакруа и многие другие великие художники мира. Эта тема, как мы видели, волновала уже молодого автора, назвавшего в неточке незвановой картину современного французского живописца Эмиля Синьоле «Христос, прощающий грешницу». Через двадцать лет это древнее поэтическое сказание наново раскрыло Достоевскому свой драматизм и глубину в полотнах Дрестонской галереи. Он видел здесь картину Баттони «Возрождение блудницы», доставлявшую ему высокое наслаждение. Грешницу Бартоломео Бискайно, эту нарядную куртизанку, потрясенную смертным приговором мудрецу и праведнику. Покаяние Марии из Магдалы, Лейса, где молодая женщина, заломив руки и откинув голову, словно умаляет своих спутников помочь ей в момент мучительного бунта ее пробудившейся совести. Все это воспринимается Достоевским в те тревожные и томительные недели, когда он задумывает новую книгу, в которой стремится развернуть эту драматическую легенду древности на фоне своей жестокой эпохи. С осени 1867 года он планирует «Идиот». В записях к роману Достоевский неоднократно указывает на аналогию своей темы с легендой и разъясняет свою идею. Князь Христос. Страстная и нежная сцена с князем и евангельское прощение в церкви блудницы. Аглая посещает Настасью Филиппну, говорит, что это подло играть роль Магдалины и прочее. В начале 1868 года он формулирует окончательно сложившуюся к этому времени идею нового романа «Изобразить положительно прекрасного человека». Он признает ее своей старинной и любимой, но безмерной по трудности. Он связывает ее с чистым и дорогим ему образом обаятельной и светлой девушке, близкой ему по крови и по сердцу. Роман называется «Идиот», посвящен вам, то есть Софель Александре Ивановой. Милый друг мой, как бы я желал, чтоб роман вышел хоть сколько-нибудь достоин посвящения. С января 1868 года главы из новой книги Достоевского «Идиот» начинают появляться в русском вестнике. Жизнь Достоевских в Дрездене слагалась спокойно и даже красиво. Они много гуляли в английских парках и всевозможных променадах города-сада, слушали перед открытыми эстрадами в исполнении симфонических оркестров творения Моцарта, Стаббат-Матерф, Россини, марш из Ириенца, Вагнера, увертюру из Фиделио, Бетховена. «Выше всего ничего не создавалось», пишет Достоевский несколько позже своей жене. «У Бетховена везде страсть и любовь. Это поэт любви, счастья и тоски любовной». Достоевские были абонированы в нескольких библиотеках с французскими и русскими книгами. Федор Михайлович перечитывает высоко ценимых им «Отверженных Гюго» и нежно любимого Диккенса «Лавку древностей» и Николаса Никольби. Он постоянно посещает кафе с иностранными и русскими газетами, питающими его замыслы. Анна Григорьевна, с юных лет увлекавшаяся фарфором, бывает в антиквариатах и специальных собраниях, любуясь знаменитыми изделиями из Вью-Сакс и удивляя мужа своей неутомимой любознательностью. В характере Анны Григорьевны оказалось решительно антикварство, и это очень для меня мило и забавно, пишет Достоевский 28-16 августа 1867 года Майкову. Для нее, например, целое занятие пойти осматривать какую-нибудь глупую ратушу, записывать, описывать ее, что она делает стенографическими знаками и исписала семь книжек, но пуще всего заняла ее и поразила галерея. Знакомок в Дрездене не было, но такое уединение нравилось обоим супругам. Оба ведут активную переписку, жена с родными и подругой Стоюниной, муж с литературными друзьями Майковым и Страховым, с редактором русского вестника Катковым, с другом своего сердца Софьей Александровой Ивановой. Но семейная жизнь не проходит и без некоторых драматических эпизодов. Достоевский получает письмо от Аполлина Рисусловой. Он пишет ей в ответ из Дрездена о новом переломе в своей жизни. В глубоко задушевном и нежном тоне он характеризует в нем и личность своей адресатки. Твое письмо оставило во мне грустное впечатление. Ты пишешь, что тебе очень грустно. Я не знаю твоей жизни за последний год и что было в твоем сердце, но, судя по всему, что об тебе знаю, тебе трудно быть счастливой. О, милая, я не к душевному необходимому счастью приглашаю тебя. Я уважаю тебя и всегда уважал за твою требовательность, но ведь я знаю, что сердце твое не может не требовать жизни, а сама ты людей считаешь или бесконечно сияющими, или тотчас же подлецами и пушляками. Я сужу по факту. Вывод составь сама. До свидания, друг вечный. Из дрезденского дневника Анны Григорьевны видно, что письма Полины производили на Федора Михайловича ошеломляющее впечатление. Вот как описано в дневнике чтение Достоевским одного из этих письм полученных в Дрестоне. Я все время следила за выражением его лица, когда он читал это знаменитое письмо. Он долго-долго перечитывал первую страницу, как бы не будучи в состоянии понять, что там было написано. Потом наконец прочел и весь покраснел. Мне показалось, что у него дрожали руки. Я сделала вид, что не знаю, и спросила его, что пишет Сонечка. Он ответил, что письмо не от Сонечки, и как бы горько улыбался. Такой улыбки я еще никогда у него не видала. Это была или улыбка презрения, или жалости, право не знаю, но какая-то жалкая, потерянная улыбка. Потом он сделался ужасно как рассеян, едва понимал, о чем я говорю. Не менее глубоко волновали письма Сусловой и Анну Григорьевну. Ей казалось, что Достоевский оставит ее ради своей прежней страсти. Мне было холодно, я дрожала и даже плакала. Я боялась, что старая привязанность возобновится и что любовь его ко мне исчезнет. Господи, не посылай мне такого несчастья. Я была ужасно опечалена. Как подумаю об этом, у меня сердце кровью обольется. Господи, только не это. Мне слишком тяжело будет потерять его любовь. Письма от Сусловой продолжают приходить и попадают в руки Анны Григорьевны. Она не решается на открытые объяснения, но в намеке ее становится все откровеннее и понятнее. Это возмущает Достоевского. Он быстро подошел ко мне и с дрожащим подбородком начал мне говорить, что теперь он понял мои слова, что он сохраняет за собою право переписываться с кем угодно, что у него есть сношение, что я не смею ему мешать. Но длительное пребывание Достоевской за границей и частые их переезды на новые места препятствуют продолжению этой переписки. Отношения с Сусловой, даже эпистолярные, понемногу обрываются навсегда. Пробыв два месяца в Дрездене, Достоевские в начале июля отправляются на лето в Баден, модный курорт, где имелась рулетка. Баден. Встреча с Тургеневым. По пути в Баден Достоевские проезжали мимо средневековых замков с круглыми башнями, вспоминая крестоносцев и турниры. Франкфурт на Майне пленил Анну Григорьевну цветущей белой акацией, какой она никогда не видела. Осмотрели памятники Гутенбергу и Гете. Достоевского поразила у рынка очень старинная церковь готической архитектуры, которую он назвал совершенством в искусстве. В Бадене остановились в большой гостинице «Золотой рыцарь». Но проигрыши с первого дня заставили вскоре перебраться в дальний квартал и снять две маленькие комнаты над самой кузницей, где целый день оглушительно стучали молотобойцы. Бесчисленные малыши заполняли дом своим плачем и криками. Безропотная Анна Григорьевна покоряется судьбе. «Я не обращаю внимания на шум в кузнице, так как уже привыкла к нему. Ну, а Федя тот примечает, он не досыпает, становится раздражительным». Баден оказался едва ли не самым печальным местом четырехлетнего путешествия Достоевских по странам Европы. Их пребывание здесь превратилось под конец в подлинную драму. Но уже в начале Баденского периода произошло крупное событие, оставившее заметный след в жизни и творчестве Достоевского. Это был его идейный спор с Тургеневым о России и Европе, вызвавший разрыв их отношений на долгие годы. Вот как возник и развернулся этот необычайный конфликт. Возвращаясь как-то вечером с женою из Курзала, Достоевский повстречался с Гончаровым, недавно лишь прибывшим на воды. Достоевский представил его Анне Григорьне. Гончаров сообщил им о приезде Тургенева, который в то время жил постоянно в этом модном курорте, где строил себе дом рядом с виллой Полиной Вярду. У них бывали все знаменитости Европы. Гончаров передал Достоевским как бы от имени Тургенева, что тот видел накануне Федора Михайловича на рулетке, но не подошел к нему, зная, что играющие этого не любят. Так как Федя должен Тургеневу «пятьдесят талеров», записывает в своем дневнике со слов Гончарова Анна Григорьевна, то ему непременно следует входить к Ивану Сергеевичу, иначе Тургенев подумает, что Федя не хочет прийти из боязни, что тот потребует свои деньги. Достоевский решил на другой же день посетить Тургенева. Речь шла о долге чести, заключенном уже два года тому назад. Напомним предысторию знаменитого Баденского инцидента. Отношения Тургенева и Достоевского в годы издания почвеннических журналов были вполне приятельские. Призраки появились в эпохе. Вскоре в 1865 году, находясь с Условой в Визбадене, где Достоевский приступил к писанию преступления и наказания, он после проигрыша написал Тургеневу, прося выслать ему сто талеров сроком на три недели. Немедленно же Тургенев перевел ему часть просимой суммы, то есть пятьдесят талеров при дружеском письме. Достоевский тепло благодарил добрейшего Ивана Сергеевича, ибо и эти деньги все-таки очень помогли. Но в продолжение истекших двух лет долг остался неоплачен. Теперь же Достоевский находился в сильном проигрыше и нуждался в отсрочке. Все это, можно полагать, уладилось бы без особых затруднений, но было еще одно обстоятельство, сильно осложнявшее дело. За последние месяцы Достоевский почувствовал полный внутренний разрыв с Тургеневым. Он мог явиться к нему теперь только для страстного спора. В начале 1867 года был закончен роман «Дым». Он появился в мартовской книжке русского вестника и вызвал бурю негодования в критике всех партий и направлений. «Ругают все и красные, и белые», сообщал Тургенев Герцену. Для Достоевского было неприемлемо крайнее западничество автора «Дыма», отрицание национальных идеалов славянофитерства и почвы. В полдень 10 июля Достоевский нанес визит Тургеневу. Автор «Дыма» тотчас же заговорил о беспримерной кампании печати против этого романа. «Мне кажется, еще никогда и никого так дружно не ругали, как меня за дым. Камни летят со всех сторон», писал в эти дни Тургенев Оненкову. «В Москве в английском клубе дворянство собирало подписи под протестом против дыма и даже высказывалось за исключение меня из рядов сословия». Он заговорил о главной идее дыма. «Есть одна общая и немилуемая для всех дорога — это цивилизация, а все попытки русизма к самостоятельности вздор. Я опишу большую статью на всех русофилов и славянофилов». «Вы пишите себе из Парижа для удобства телескоп. Для чего? Вы наведите на Россию телескоп и рассматривайте нас, а то право разглядеть трудно. Отсюда далеко». Тургенев нахмурился, но ничего не ответил. «А ведь я не ожидал, продолжал посетитель, что все эти критики, то есть нападки на вас, и неуспех дыма до такой степени раздражат вас, и богу не стоит того». «Да я вовсе не раздражен, что вы?» Достоев взял шляпу и высказал перед уходом все, что накопилось за три месяца в его душе против немцев. «Знаете ли, какие здесь плуты и мошенники встречаются? Право, черный народ здесь гораздо хуже и бесчестнее нашего, а что глупее, то в этом сомнения нет. Ну вот вы говорите про цивилизацию. Ну что сделала им цивилизация и чем они могут перед нами похвастаться?» «Говоря так, вы меня лично обижаете. Знаете, что я здесь поселился окончательно? Хоть я читал дым и говорил с вами теперь целый час, но все-таки я никак не мог ожидать, что вы это скажете, а потому извините, что я вас оскорбил». Они вежливо попрощались. «Я дал себе слово более к Тургеневу ни ногой, никогда». Таково было и решение Тургенева. Он заехал к Достоевскому на другое же утро в десять часов, зная, что здесь стоят не раньше двенадцати, и оставил свою визитную карточку как сигнал к прекращению личных отношений. Они еще встретились на рулетке, но даже не раскланились. Бетеда двух писателей здесь воспроизводится по рассказам Достоевского, из которых один был застенографирован Анной Григорьевной в ее дневнике через несколько часов после разговора, а другой вошел в письмо Федора Михайловича к Майкову от 16-го 28-го мая 1867-го года. Запись об этой беседе из письма Достоевского к Майкову была анонимно прислана в сентябре 1867-го года редактору русского архива Бартеневу с просьбой сохранить ее для потомства в Чертковской библиотеке с опубликованием не ранее 1890-го года. Узнав об этом, Тургенев писал Бартеневу, что в письме Достоевского изложены мнения возмутительные и нелепые о России и русских, которые он приписывает мне. Виделся я с господином Достоевским всего один раз. Он высидел у меня не более часа и, облегчив свое сердце жестокую бранью против немцев, против меня и моей последней книги, ударился. Я почти не имел времени и никакой охоты возражать ему. Я, повторяю, обращался с ним, как с больным. Как сообщал Тургенев в 1871 году Полонскому, а в 1881 году Гаршину, Достоевский отождествлял в Потугино самим Тургеневым и заявил о дыме «эту книгу надо сжечь рукою палача». Примечание автора. Висбадонский долг Достоевского был им возвращен Тургеневу в марте 1876 года, о чем сохранилась расписка последнего. В честь обоих писателей отметим, что их долголетняя вражда закончилась примирением незадолго до их смерти на Пушкинском празднике 1880 года. Одной из отличительных черт характера Федора Михайловича Анна Григорьевна считала его повышенную стремительность, порывистость, страстность, доводившие его нередко до отчаяния. Зайдя в Дрездене на какой-то аукцион, Достоевский пришел в восхищение от набора ваз и тарелок из богемского хрусталя темно-вишневого цвета с золотом. Трудно было бы приобрести все 18 предметов, но Федор Михайлович убедил незнакомую француженку, зарюбовавшуюся этой коллекцией, приобрести ее пополам. Он открыл аукционный торг, набавляя крупно по талеру. С каждую минуту азарт в нем возрастал, вспоминает Анна Григорьевна. Я видела, что цена поднимается и с ужасом думала, а что, если француженка откажется? Денег у Достоевских было немного, они собирались переезжать в Россию, девять ломких хрустальных предметов невозможно было перевезти в чемоданах, борьба за них теряла смысл и угрожала безденежьем. Но Достоевский был охвачен безудержной страстью игрока и не успокоился, пока драгоценные вазы и тарелки не стали его достоянием. Во время первых заграничных поездок в 1862 и 1863 годах Достоевский впервые широко отдается азарту. Он пробует свое счастье на рулевке и выигрывает крупную сумму. Но в следующие поездки он дважды проигрывается весь. Сила охватившей его страсти сильнее всех доводов рассудка. Азарт непреодолимо влечет его как опасный и гибельный соблазн. Главное сама игра. Знаете ли, как это втягивает? Нет, клянусь вам, тут не одна корысть, хотя мне прежде всего нужны были деньги для денег. Впоследствии Анна Григорьевна, испытавшая на себе все тягостные последствия страсти Достоевского к игре, подробно описала его состояние во время этих лихорадочных припадков непобедимого недуга. Все рассуждения Федора Михайловича по поводу возможности выиграть на рулетке при его методе игры были совершенно правильны, и удача могла быть полная, но при условии, если бы этот метод применял какой-нибудь хладнокровный англичанин или немец, а не такой нервный, увлекающийся и доходящий во всем до самых последних пределов человек, каким был мой муж. Но кроме хладнокровия и выдержки, игрок на рулетке должен обладать значительными средствами, чтобы иметь возможность выдержать неблагоприятные шансы игры. И в этом отношении у Федора Михайловича был пробел. У нас было, сравнительно говоря, немного денег и полная невозможность в случае неудачи откуда-либо их получить. И не прошло недели, как Федор Михайлович проиграл все наличные. И тут начались волнения по поводу того, откуда их достать, чтобы продолжать игру. Пришлось прибегнуть к закладам вещей. Но и закладывая вещи, муж иногда не мог сдержать себя и иногда проигрывал все, что только что получил за заложенную вещь. Иногда ему случалось проигрывать чуть не до последнего Талера, и вдруг шансы были опять на его стороне, и он приносил домой несколько десятков Фридриксдоров. Помню, раз он принес туго набитый кошелек, в котором я насчитала двадцать двенадцать Фридриксдоров, по двадцать Талеров каждый, значит около четырех тысяч трехсот Талеров. Но эти деньги недолго оставались в наших руках. Федор Михайлович не мог утерпеть. Еще не успокоившись от волнения игры, он брал двадцать монет и проигрывал, возвращался за другими двадцатью, проигрывал их, и так в течение двух-трех часов, возвращаясь по несколько раз за деньгами, в конце концов проигрывал все. Должна отдать себе справедливость. Я никогда не упрекал ему уже за проигрыш. Но мне было до глубины души больно видеть, как страдал сам Федор Михайлович. Он возвращался с рулетки бледный, изможденный, едва держать на ногах, просил у меня денег, он все деньги отдавал мне, уходил и через полчаса возвращался, еще более расстроенный, за деньгами, и это до тех пор, пока не проиграет все, что у нас имеется. Когда идти на рулетку было не с чем и неоткуда было достать денег, Федор Михайлович бывал иногда так удручен, что начинал рыдать, становился передо мною на колени, умолял меня простить его за то, что мучает меня своими поступками, приходил в крайнее отчаяние. И мне стоило много усилий, убеждений, уговоров, чтобы успокоить его, представить наше положение не столь безнадежным, придумать исход, обратить его внимание и мысли на что-либо иное. История беспрерывных проигрышей Достоевского, его надежд, безумных рисков, безрассуднейшего азарта, невозможность совладать с бесом игры, подчиниться выработанной системе, как только начинается выигрыш, я тотчас начинаю рисковать, следить за собой не могу. Все это создает картину тяжелой нравственной пытки, которой писатель не переставал приобщать свою жену подробнейшими описаниями своих неудач. Все проиграл. Заложил часы. Ради Бога пришли денег на обратный проезд. Спаси меня в последний раз. Вот поистине трагический рейтмотив этой переписки, охваченный сплошным стоном покаяний, самообвинений, попыток оправдаться, жарких клятв и новых денежных просьб. Анна Григорьевна, заброшенная в чужой город, без знакомства связей, одинокая, беременная, повышенно нервная, почти без средств, напрягает все усилия и посылает требуемые двадцать империалов. Лишь бы поскорее закончился этот ад, это одиночество, это разлука, это нервная лихорадка близкого человека за игорным столом чужой страны. В ответ получается письмо. Аня, милая, друг мой, жена моя, прости меня, не называй меня подлецом, я сделал преступление, я все проиграл, что ты мне прислала, все, все до последнего крейцера, вчера же получил и вчера же проиграл. Аня, как я буду теперь глядеть на себя, что скажешь ты про меня, что скажет Анна Григорьевна, она снова вышлет денег на дорогу и снова будет ждать известий о проигрыше. Я проиграл все к половине десятого и вышел как очумелый, я до того страдал, что тотчас побежал к священнику, не беспокойся, не был, не был и не пойду, я думал дорогую, бежа к нему в темноте по неизвестным улицам, ведь он пастырь божий, буду с ним говорить не как с частным лицом, а как на исповеди, но я заблудился в городе, прибежал домой, теперь полночь, сижу и пишу тебе, к священнику же не пойду, не пойду, клянусь, что не пойду. Эти трепещущие стыдом и страданием покаянные письма Достоевского действуют сильнее самых жутких страниц его романов. Баден был первым местом, где Анна Григорьевна присутствовала при этой ежедневной, изнурительной и безнадежной драме, записывая каждый вечер в своей стенографической тетради впечатления от протекшего дня. Нельзя пройти мимо этих записей, раскрывающих нам великого человека, гениального мыслителя и поэта, захваченного непреодолимой страстью, причиняющий ему и любимому им существу невыносимые страдания. Приведем один случай, характерный для всей системы игры Достоевского и для всего их баденского быта. Утром 16 июля у них накопилось 166 золотых. Золотой, как это видно из дальнейшего изложения Достоевской, равнялся 10 или 20 франков полуимпериалов или империалов. Надаванная сумма составляла 1660 франков или 3320 франков. В обоих случаях это обеспечивало двум лицам несколько месяцев заграничной жизни. Две тысячи франков, ведь это на четыре месяца житья со всеми петербургскими, писал Достоевский Майкову из Женевы 16-28 августа 1867 года. Примечание автора. Игра шла целый день с многократным обращением к домашним ресурсам и под вечер у них оставалось 66 монет. Дневной проигрыш исчислялся таким образом цифрой в тысячу франков. На другой день 17 июля остаток суммы всего 20 червонцев. 18 июля сумма проиграна полностью. Тогда он просит у жены дать ему ее драгоценности для заклада. Я вынула серьги и брошь и долго-долго рассматривала их. Мне казалось, что я вижу их в последний раз. Так оно и оказалось. Мне это было ужасно, как больно. Я так любила эти вещи, ведь они мне были подарены Федею. Анна Григорьевна прощалась с ними, целовала их, просила доложить их на месяц, чтобы выкупить позже. Феде стал передо мной на колени, целовал меня в грудь, целовал мои руки, говорил, что я добрая и милая, что еще и нездоровая, и что лучше меня нет никого на свете. Он ушел. Анна Григорьевна разразилась рыданиями. Ей было невыносимо больно. Все казалось ужасно, тяжело, безнадежно, непоправимо. Это было отчаяние, близкое казалось ей к сумасшествию. Рыдания душили ее. Господи, как мне тяжело! Не знаю, часто ли у меня будут в жизни такие страшные минуты. Прошло часа три. Наконец, Достоевский пришел. Он мне сказал, что все проиграл, даже полученные за заложенные серьги деньги, сто двадцать франков. Федя тел на стул и хотел посадить меня к себе на колени, но я сама стала перед ним на колени и стала его утешать. Он стал уверять, что это в последний раз, но не мог продолжать, облокотился на стол и заплакал. Да, Федя заплакал, он сказал, я у тебя последнее украл, унес и проиграл. Я стал его утешать, но он все плакал. Как мне было за него больно, это ужасно, как он мучается. Но на другое утро, девятнадцатого июля, с последними остатками сбережений, один золотой, одна пятифранковая монета и четыре флорина, он был снова на рулетке и снова все проиграл. Он заложил свое обручальное кольцо за двадцать франков, проигрыш. Анна Григорьевна отдает свою дорогую кружевную мантилию, подарок матери, и свое обручальное кольцо, потеряв всякую надежду на успех. Неотвязная тоска так и гложет ее. Поздно вечером вернулся Федор Михайлович. На этот раз он принес ей букет из белых и розовых роз. Он протянул ей оба обручальных кольца, второе было тоже заложено и только что выкуплено. После различных перемен счастья он выиграл сто восемьдесят франков и сумел в этот момент оставить рулетку. Старый закладчик, немец, возвращавший ему обручальные кольца, дал совет больше никогда не играйте, иначе вы все проиграете. Он не послушался. Через два дня все сто восемьдесят франков были унесены колесом рулетки. «У нас действительно теперь нечем жить», записывает в свой дневник двадцать первого июля Анна Григорьевна. В Дрездене она любила слушать музыку. Здесь и это становится затруднительным. Слишком много разряженных барынь. А я ходи в старом черном платье, в котором мне ужасно как жарко и которое вдобавок нехорошо, но что же делать, если так надо? Обувь износилась и приходится прятать ноги. Остается только подниматься на гору за вокзалом и оттуда слушать отдаленную музыку, которая удивительно как хороша. В Бадене исполняют Эгмонта Бетховена, Дон Жуана и волшебную флейту Моцарта, Лючию Ламермур Даницетти. Анна Григорьевна стремится забыться в этих звуках от ужаса баденской действительности. «Положение наше безвыходно», записывает она в свой августовский дневник. «Жара страшная, дети ревут, в кузнице молотками стучат невыносимо, денег нет ни копейки, вещи заложены и могут пропасть, тесные комнаты, звук надоевшего колокольчика, книг нет, а в виду еще возможность лишиться обеда». К тому же оба больны. У нее тошноты, жестокие рвоты, сильные боли. У него припадки подучей и сопровождающие их приступы страха смерти. Но родные Анны Григорьевны присылают ей некоторые суммы, и Достоевские получают возможность оставить этот проклятый город, этот ад, этот игорный притон, доставивший им столько страданий. 23 августа 1867 года они покидают Баден и направляются в Женеву, отклоняясь в пути от своего маршрута для заезда в Базель, где их ждут шедевры одного из величайших мастеров германского возрождения. Ганс Гольбейн младший Одним из сильнейших впечатлений Достоевского от живописи на всю его жизнь была картина пленившего его в Дрездене Ганса Гольбейна младшего «Труп Христа». Достоевский с детства знал письма русского путешественника, где имеется сообщение Карамзина о том, с каким интересом он осматривал в Базеле картины славного Гольбейна базельского уроженца и друга Эразмова. В Христе, снятом со креста, не видно ничего божественного. Но как умерший человек изображен он весьма естественно. Карамзин сочинение Петербург 1848 год том 2 страница 194 примечание автора. Можно с большой вероятностью полагать, что Достоевский знал и предисловие Жорж Санд к ее книге «Чертово болото», в котором раскрывалось все огромное значение Гольбейна для новейшего передового искусства. Первым толчком к созданию этой вещи, писала о своей книге Жорж Санд, была гравюра Гольбейна «Пляска смерти», которая развивает ряд важнейших мыслей, ставящих литературу на широкий социальный базис. Искусство при Гольбейне изображало жизнь с ее бедственных и мрачных сторон. Беспощадный пестимизм, особенно тяжелый потому, что сулит одни страдания всем обездоленным жизнью, окрасил мировоззрение Гольбейна. Перед современным художником та же проблема о голодных и раздетых, о социальной вражде и гуманности. Такова была и главная тема Достоевского. По сообщению его жены Федор Михайлович очевидно в середине шестидесятых годов слышал от кого-то о трупе Христа Гольбейна. Он решил в своих странствиях по Европе заехать в Базель, чтобы посмотреть это уже заочно близкое ему произведение. По пути в Женеву в августе 1867 года Достоевский пересаживается на одной из промежуточных станций и 12-24 августа проводят в городе Эразмо Роттердамского и его знаменитого портретиста. День был пасмурный. Базель поразил их своей тишиной, безмолвием и унынием. Но в городском музее они увидели знаменитую сатирическую плятку смерти Гольбейна, где представители всех сословий профессий и званий вступают в хоровод неумолимого водителя. Здесь же находился необычайный холст, который Достоевский вспомнил в идиоте. Над дверью в следующую комнату висела одна картина довольно странная по своей форме, около двух с половиной оршин в длину и никак не более шести биржков в высоту. Она изображала спасителя только что снятого со креста. Да это копия с Ганса Гольбейна, сказал князь, успев разглядеть картину. И хоть я знаток небольшой, но, кажется, отличная копия, я эту картину за границей видел и забыть не могу. А что, Лев Николаевич, давно я хотел тебя спросить, веруешь ты в Бога или нет? Вдруг заговорил опять Рогожин, пройдя несколько шагов. Как-то странно спрашиваешь и глядишь, заметил князь невольно. А на эту картину я люблю смотреть, пробормотал, помолчав Рогожин, точно опять забыв свой вопрос. На эту картину, скричал вдруг князь под впечатлением внезапной мысли, на эту картину, да от этой картины у иного еще вера может пропасть. Пропадает и то, неожиданно подтвердил вдруг Рогожин. Достоевский предполагал включить в роман трактовку князем Мышкиным Гольбейнова шедевра, быть может его дискуссию на эту тему с Рогожиным, только намеченную в приведенном отрывке. Вопросы атеизма и веры, реализма и натурализма здесь получили бы широкий простор. Но этот философский комментарий к Гольбейну он так и не написал, хотя картина базельского мудея поразила и восхитила его. Удивительное произведение рассказывает в своем дневнике Анна Григорьевна, но которое на меня просто произвело ужас, а Федю тогда того поразило, что он провозгласил Гольбейна замечательным художником и поэтом. Вопреки традиции, Христос представлен здесь с телом похудевшим, кости и ребра видны, руки и ноги с пронзенными ранами, распухшие и сильно посинелые, как у мертвеца, который уже начал предаваться гниению. Лицо тоже страшно измученное, с глазами полуоткрытыми, но уже ничего не видящими и ничего не выражающими. Нос, рот и подбородок посинели. Вообще это до такой степени похоже на настоящего мертвеца, что право мне казалось, что я не решилась бы остаться с ним в одной комнате. Положим, что это поразительно верно, но право это вовсе не эстетично и во мне возбудило одно только отвращение и какой-то ужас. Федя же восхищался этой картиной. Так записала Достоевская в своем дневнике, вероятно, в тот же день. Но она вернулась к этому памятному эпизоду своего заграничного путешествия в своих позднейших воспоминаниях, добавив ряд дополнительных черт о восприятии Достоевским потрясающего новаторства Гольбейна. Картина произвела на Федора Михайловича подавляющее впечатление, и он остановился перед нею как бы пораженный. Я же не в силах была смотреть на картину, слишком уж тяжелое было впечатление, особенно при моем болезненном состоянии, и я ушла в другие залы. Когда минут через пятнадцать-двадцать я вернулась, то нашла, что Федор Михайлович продолжает стоять перед картиной как прикованный. В его взволнованном лице было то как бы испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии. Я потихоньку взяла мужа под руку, увела в другую залу и усадила на скамью, с минуты на минуту ожидая наступления припадка. К счастью, этого не случилось. Федор Михайлович понемногу успокоился и, уходя из музея, настоял на том, чтобы еще раз зайти посмотреть столь поразившую его картину. Этот грандиозный этюд ногого тела изображал легендарного мученика истлевающим мертвецом, неспособным воскреснуть для новой жизни. Суровый реализм художника отводил его от условной красоты и канонического благолепия, какие предавало таким преданиям официальная церковь. Это антирелигиозное значение знаменитой базальской картины отмечает в идиоте князь Мышкин и подтверждает Рогожин. Женева Австро-Прусская война 1866 года вызвала в политических кругах Европы опасения неизбежного и скорого столкновения Франции с Пруссией. Началась антимилитаристская агитация. Пацифистские круги решили созвать Международный Конгресс передовых деятелей Запада для демонстрации идеи мира и свободы народов. Такой съезд был назначен на сентябрь 1867 года в Женеве. В нем дали согласие участвовать Виктор Гюго, Гарибальди, Джон Стюарт Миль, Герцен Бакунин, Огарев, Луи Блан, Пьер Леру, Жюль Валет, Элизерек Лю, Эдгар Кинне, Жюль Фавр, Литре, Бюхнер. Собрания должны были происходить в избирательном дворце под флагом Лиги мира и свободы. Достоевские уже около двух недель где они решили обосноваться на зиму. Свободно владея только французским языком, Федор Михайлович решил во время предстоящих родов жены жить там, где он мог бы свободно изъясняться. Они остановили свой выбор на французской Швейцарии. Именно здесь Достоевский мог лучше всего изучить современных революционных деятелей. Побережье Женевского озера вместе с главным городом Кантона было в то время крупнейшим центром всеевропейской и в частности русской политической эмиграции. С середины 60-х годов здесь подолгу живет Герцен, наезжая сюда и в год пребывания Достоевского. Летом 1867 года сюда приезжал ветеран социализма 40-х годов Пьер Леру. В Женевский год Достоевского здесь жили Огарев, Утин, Стерна Соловьевич, Карл Фокт, Николадзе и Элпидин, наконец, адъютант Гарибальде Лев Мечников. По свидетельству Достоевской и Страхова, Достоевский постоянно общался с Огаревым, который часто заходил к добровольному петербургскому изгнаннику, приносил ему книги и газеты и даже сужал его нередко десятью франками. Из Женевских писем Герца Лаксылу видно, что и Достоевский часто бывал у Огарева, где должен был встречаться с многочисленными русскими эмигрантами. Наконец, почти одновременно с Достоевским в начале сентября 1867 года в Женеву приехал Бакунин, постоянно бывавший у Огарева и около года проживший на берегу Женевского озера, первоначально в самой Женеве, а затем в окрестностях В.В. и Кларана, где проводил лето и Достоевский. 27 февраля 1868 года Герцен пишет сыну о больном Огареве. Главное, его слишком тормошат. Бакунин, Утин, Достоевский, Мерчинский, Чернецкий, Даня, Чмлы. Не может быть сомнений, что в этот свой женевский период Достоевский многократно видел Бакунина, вероятно, не раз беседовал с ним, очень много слышал о нем и мог непосредственно и свободно наблюдать его как одного из знаменитейших представителей русской революционной эмиграции. Теперь им предстояло встретиться на политическом конгрессе всемирного значения. Это была крупная демонстрация прогрессивных кругов Европы. Видные общественные деятели разных стран Гильеом, Бюхнер, Цезарь, Депап говорили от имени различных организаций и союзов. В конгрессе участвовал Гарибанти. В состав его вице-президентов были избраны Огарев и Бакунин. Неудивительно, что Достоевский, в молодости близкий к утопическим социалистам, переживший затем решительный кризис и примкнувший к противоположному стану, отнесся с естественным интересом к этому съезду, за которым с пристальным вниманием следила большая политическая печать всего мира. Здесь впервые он мог увидеть деятелей современного европейского социализма и революции 60-х годов. Этих новых социалистов и революционеров Достоевский еще не знал, и для него интерес конгресса в значительной степени заключался в возможности непосредственно наблюдать этих господ, которых я, пишет он, Ивановый 29 сентября 11 октября 1867 года, первый раз видел не в книгах, а наяву. Для художника, философа и публициста, каким был Достоевский, зрелище это, конечно, представляло первостепенный интерес. Из писем его видно, что первое непосредственное наблюдение современных левых деятелей в их декларациях и дискуссиях вызвало в нем повышенный, хотя и чисто отрицательный интерес. Тедисы об истреблении христианской веры и больших монархий, об отмене капиталов и о том, чтобы все было общее по приказу, так воспринимал Достоевский проповедь современных ему социалистов, в корне противоречили его сложившемуся мира созерцанию. А поскольку идеи обычно у него имели значение стимулов художественного творчества, Женевский Конгресс должен быть учтен в истории позднейшего романа Достоевского. Одно выступление должно было особенно привлечь его внимание. Известнейший воин международной революции, ветеран Праги и Дрездена, узник Саксонии, Австрии и России, дважды приговоренный к смертной казни и спасшийся бегством через три части света, Михаил Бакунин, уже при жизни ставший легендарным героем, потрясал огромную аудиторию Женевского дворца ударными тезисами своей очередной речи. Он привлекал всеобщее внимание съезда. Впервые после двадцатилетнего перерыва Бакунин появлялся на политической трибуне в уреоле бесстрашного борца с деспотизмом и мученика реакционных правительств. Выступление его по свидетельству очевидцев было чрезвычайно эффектным. Когда он поднимался своим тяжелым неуклюжим шагом по лесенке, ведущей на эстраду, где заседало бюро, как тогда неряшливо одетый в какой-то террой балахон, раздались крики «Бакунин!» Занимавший председательское место Гарибальди, сталф, сделал несколько шагов и бросился в его объятия. Эта торжественная встреча двух старых испытанных бойцов революции произвела необыкновенное впечатление. Все встали и восторженным рукоплесканием не было конца. Речь Бакунина имела шумный успех. Его величавые фигуры, энергические жесты, искренний убежденный тон, короткие как бы топором вырубленные фразы все это производило сильное впечатление. Он начал срешительного протеста против самого существования русской империи, основанной на отрицании всего человеческого права и свободы. Он требовал уничтожения централизованных государств для создания свободной федерации провинций и народов будущих Соединенных Штатов Европы. Он предсказывал неустранимость страшной всемирной войны с неизбежным возвратом к ужасным временам Валенштейна и Тильди. Горе, горе нациям заключал он с обычным своим ораторским подъемом горе нациям вожди которых вернутся победоносными с полей битв. Лавры и ореолы превратятся в цепи и оковы для народов которые вообразят себя победителями. Шеститысячная долпа наэлектризованной мощными ритмами этого сокрушительного красноречия в напряженном безмолвии внимала оратору. Все происходившее в Женевском дворце глубоко потрясло и Достоевского. Кратко но выразительно он через несколько дней в письмах к русским друзьям о работе Конгресса возмущается проектами отмены христианской веры, уничтожения больших государств и насильственного насаждения мира. Все это без малейшего доказательства все это заучено еще двадцать лет тому назад наизусть да так и осталось и главное огонь и меч и после того как все истребится то тогда по их мнению и будет мир. Так преломилась речь Бакунина в сознании Достоевского он знал это страстное и бурное учение о крушении старого мира в грандиозной битве. Он и теперь верно уловил основные черты коммунистического анархизма с его ведущим принципом социальной революции как стихийного бунта и немедленного разрушения государств руками деклассированных элементов разбойников преступников каторжников нищих. Он и теперь правильно понял основное утверждение бакунизма шестидесятых годов что только на почве атеизма и материализма возможно полное умственное освобождение личности то есть достижение высшей цели исторического развития Бог существует значит человек раб человек разумен справедлив свободен значит Бога нет такая формула бакунина как бы предвещала антирелигиозные афоризмы вольнодумных героев позднего Достоевского он почувствовал деспотический и повелительный характер который придавал анархическому движению этот провозвестник будущих автономных общин как и безграничность того всемирного разрушения какое должно было предшествовать их образованию вот почему сущность этого необычайного призыва к всеобщему миру Достоевский выразил словами огонь и меч как мыслитель и публицист он с гневом и ужасом воспринимал эту страстную пропаганду уничтожения больших государств но как художник он чувствовал силу и мощь этой выдающейся русской натуры уже 30 лет находившейся в центре внимания его крупнейших современников вот почему писатель так жадно всматривался в могучие черты этого гиганта давно уже знакомого по рассказам в кружке Белинского и по личным встречам у Герцена в Лондоне в Женеве у Огарева теперь же на его глазах беспощадно судившего с высоты мировой политической трибуны всю современную цивилизацию потрясающий дар слова знаменитого эмигранта ореол бунтарского героизма и тюремного мученичества живая легенда о его подвигах и страданиях не могли не взволновать его собрата по эшафоту тюрьме и Сибири и пока эти стальные слова о разрушении религии и патриотизма болезненно вангарить сердце писателя личность произносившего их оратора как бы вырастала перед ним раскрывая сложные тайники своего медущегося и вечно ненасытного духа сматриваясь в черты этого лица Достоевский почувствовал прилив томительной тревоги предвещавшей на рождение нового творчества личность Бакунина как бы разговала древнюю стихию каких-то творческих возможностей и новый еще глубоко загадочный но уже нетерпимо волнующий образ стал мучительно прорезаться в его сознании в этот день Достоевский утвердился в своем намерении изобразить Бакунина в романе о русской революции замысел которого мог восходить еще к началу 60-х годов через 2-3 года он приступит к созданию образа Ставрокина Главные события личной жизни писателя в эту эпоху рост семьи в Женеве рождается 5 марта 1868 года первый ребенок Достоевского девочка Соня Федор Михайлович по свидетельству его жены оказался нежнейшим отцом и уделял много времени и забот своей новорожденной дочке он мог целыми часами просиживать у ее постельки то напевая ей песенки то по-своему разговаривая с нею первым вопросом при его пробуждении или по возвращении домой было что Соня здорово хорошо ли спала кушала отцовское чувство раскрывшееся ему впервые столь поздно на исходе пятого десятка жизни доставляло ему безграничное счастье но оно длилось недолго в своем личном архиве Достоевский всегда благоговейно хранил самый короткий и один из самых скорбных документов всей своей биографии город Женева похоронный отдел доктор Сильвестр извещен что смерть мадемуадель Софии Достоевской в возрасте трех месяцев от рождения произошла 24 мая 1868 года а погребение назначено на 26 мая 1868 года в 4 часа пополудни Достоевский переживал свое горе поистине трагически в его долгой и горестной жизни это был сильнейший удар затмивший даже прежние страшные испытания глубоко потрясенная и опечаленная ее кончиною я страшно боялась за моего несчастного мужа отчаяние его было бурное он рыдал и плакал как женщина стоя перед остывшим телом своей любимицы и покрывал ее бледной личикой и ручки горячими поцелуями такого бурного отчаяния я никогда более не видала обоим нам казалось что мы не вынесем нашего горя на Федора Михайловича было страшно смотреть до того он осунулся и похудел за неделю болезни Сони через несколько дней могила ее была обсажена кипарисами а среди них был поставлен белый мраморный крест каждый день ходили мы с мужем на ее могилку носили цветы и плакали через несколько дней он писал Майкову это маленькое трехмесячное создание такое бедное такое крошечное для меня было уже лицо и характер она начинала меня знать любить и улыбалась когда я подходил когда я своим смешным голосом пел ей песни она любила их слушать она не плакала и не морщилась когда я ее целовал она останавливалась плакать когда я подходил пораженный этой утратой Достоевский поведал жене грустную повесть всей своей жизни покидая Женеву в теплый но пасмурный день на палубе грузового парохода он припомнил печальные этапы своей личной судьбы под влиянием прощания с могилкой Сонечки рассказывает Анна Григорьевна Федор Михайлович был чрезвычайно растроган и потрясен и тут в первый раз в жизни он редко роптал я услышала его горькие жалобы на судьбу всю жизнь его преследовавшую вспоминая он мне рассказывал про свою печальную одинокую юность после смерти нежной им любимой матери вспоминал насмешки товарищей по литературному поприщу сначала признавших его талант а затем жестоко его обидевших вспоминал про каторгу и о том сколько он выстрадал за 4 года пребывания в ней говорил о своих мечтах найти в браке своем с Марьей Дмитриевной столь желанное семейное счастье которое увы не осуществилось детей от Марьи Дмитриевны он не имел а ее странный мнительный и болезненно фантастический характер был причиной того что он был с нею очень несчастлив и вот теперь когда это великое и единственное человеческое счастье иметь родное дитя посетило его и он имел возможность сознать и оценить это счастье злая судьба не пощадила его и отняла у него столь дорогое ему существо никогда ни прежде ни потом не пересказывал он с такими мелкими а иногда трогательными подробностями те горькие обиды которые ему пришлось вынести в своей жизни от близких и дорогих ему людей все лето Достоевские проводят в ВВ Анна Григорьевна тоскует и плачет Федор Михайлович усиленно работает день и ночь над идиотом вторая и третья часть городок ему кажется чем-то вроде глухой российской провинции Бронницы или Зарайск но зато это одна из первых панорам в Европе в самом роскошном балете такой декорации нету как этот берег Женевского озера горы вода блеск волшебство князь мышкин показан на этом безбрежном пространстве пред ним было блестящее небо внизу озеро кругом горизонт светлый и бесконечный которому конца края нет но здесь возможно лишь уединенная жизнь а Достоевский любит большие города Европы с их многолюдными улицами в начале сентября они выезжают в Италию где заканчивалась долголетняя борьба Гарибальди за объединение страны